Друзья, я выключил звук у всех и даже у Леонида Ирбековича. Леонид, когда будешь выступать, не забудь включить звук. Это означает, что началась формальная часть нашего сегодняшнего вебинара. Сегодня, 10 мая 2023 года, московское время 16 часов 2 минуты. Сегодня доклад «Ретроспективный взгляд на Чернобыльскую аварию». Автор и выступающий доктор физмат-наук Уруцкоев Леонид Ирбекович. Он у нас известен, но я все-таки скажу, что это человек, который... Я, на мой взгляд, не он первый зарегистрировал неизвестное излучение, которое я называю... Он называет его странным излучением. Но он первый, кто отнес это явление в особый класс явлений, сопровождающих холодный синтез. Вот это вот... За это честь ему и хвала. Он выделил это в особый класс явлений, которые практически обязательно... На мой взгляд, это всегда происходит, сопровождает холодный синтез. Но он известен, Леонид Ирбекович, не только этим. Он еще является ликвидатором Чернобыльской аварии. Чернобыльская авария, напомню, была 37 лет назад. Недавно была очередная годовщина. Мы, к сожалению, не смогли в годовщину этот доклад сделать. Просто Леонид Ирбекович время дополнительное попросил. И поэтому сегодня это происходит. Но в достаточной близости к 26 апреля, когда была годовщина. Доклад, о котором мы сегодня послушаем, он будет необычным. Он будет продолжаться... Докладчик будет выступать 2 часа. Не час, а 2 часа. Потому что материала очень много. И, возможно, он даже не успеет все сказать сегодня. Но тогда мы отнесем часть... Не озвученную часть выступления отнесем на осень этого года. На осеннюю сессию. А потом, через 2 часа, мы сможем задать ему вопросы. И сможем... И услышим его ответы. Что тоже будет очень важно. Поэтому у нас сегодня длительный такой вебинар. Его доклад, он, грубо говоря, состоит из двух частей. Одна часть, я ее называю эмоционально-личностной. Эмоционально-личностная часть. И вторая часть, это физическая часть. Вот эмоционально-личностная часть, он, безусловно, на нее имеет право. Потому что Леонид Ирбекович на нее имеет право. Потому что он, во-первых, ликвидатор. Он сам лично... Представляете, это был 30-летний паренек. Там участвовал и рисковал своей жизнью. Он лично рисковал своей жизнью. Он летал на вертолете над жерлом вулкана. И даже зависал на ним. И, возможно, он сегодня об этом расскажет. Это очень и очень важно. Потому что он не просто в лаборатории где-то чего-то делал, а он напрямую рисковал своей жизнью. Он награжден медалью за мужество, за ликвидацию, за участие в ликвидации Чернобыльской АЭС, Чернобыльской аварии. По физической части я бы хотел сказать следующее. Что Леонид Ирбекович пишет книгу. Он уже там много чего написал и даже дал кусочек почитать. Но еще не все готово. Поэтому мы, к сожалению, пока не можем насладиться этим чтением. Потому что действительно читать очень и очень занимательно. Я просто захлеб прочитал то, что он мне дал. И там вот из этого прочтения я выделил несколько физических эффектов, о которых Леонид Ирбекович упоминает. Но он по ним как-то будет двигаться по этим физическим аспектам. Выделяя те, которые ему кажутся важными. Ну и, возможно, обходя те, которые он считает ему не очень важными. На мой взгляд, чрезвычайно важными аспектами является то, что, по-видимому, Чернобыльская авария началась не на четвертом блоке, а, возможно, на третьем, где был... Ну, Леня поправит. Леня, не обижайся, что я там, может быть, не то говорю. Электротехнический сбой, который зарегистрирован, происходил по многим электромеханическим устройствам. И вот это было до теплового взрыва на четвертом блоке. Кроме того, кроме вот электромагнитных каких-то процессов очень важных, там еще много чего с кабелями, там со щитками, там и так далее. Огромное количество электромагнитных процессов, своеобразных. Там очень своеобразная газодинамика вот этого взрыва. Разлет вещества взрыва происходит не так, как при обычном взрыве это происходит. Этому тоже есть разнообразные свидетельства. Есть ядерные, чисто ядерные процессы, суть которых состоит в том, что, во-первых, непонятно, куда топливо девалось. Вообще приходит на ум соображение о том, что, возможно, там трансмутация гигантская произошла, огромное количество топлива. Это первое. Ну, это домысел. Неизвестно, куда топливо девалось. И, во-вторых, чрезвычайно быстрый разгон реактора. Это непонятно. Ну, и, наконец, есть часть геофизических, потому что там процессы, потому что было за некоторое время, за 16 секунд аварии, было землетрясение. Было оно или нет? Ну, об этом Леонид Ирбекович нам расскажет. По сути дела, я все, что я хотел сказать, сказал. Это 8 минут. Это 6 минут у нас заняло слово Леониду Ирбековичу Урускову, докладчику сегодняшнему. Пожалуйста. Включи звук, Леонид, и вывешивай свою презентацию. Да, мы видим ее, Леонид. Здорово, спасибо. Отлично. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот Валерий Зателепин практически уже сделал доклад. Я внесу лишь небольшие, как вам сказать, уточнения в его. Итак, все-таки начнем сначала. Основная цель доклада, какую он преследует. Я не скрою, что я этот доклад делаю под большим давлением Зателепина. Мне очень не хотелось выступать, но он настоял. Поэтому, сказав, что, в общем, нужно, чтобы это знали все. Поэтому я формулирую основную цель. Доклад. Я бы ее сформулировал так. Является ли официальная версия причин чернобыльской аварии, а именно роковое стечение маловероятных обстоятельств, правильной. Если она правильная, то тогда, в общем, нет поводов для волнений. Все хорошо, поскольку в одну и ту же воронку снаряд, как известно, дальше дважды не попадает, и вопрос закрыт. Но, как правильно сказал Валерий Николаевич, существует несколько таких фактов, очень упрямых фактов, которые тяжело завести под ковер. А именно, реактор разогнался с периода в три секунды. Что вообще говоря, я об этом буду говорить осенью, поскольку надо всех ввести в курс дела и объяснить, что такое мгновенные нейтроны, что такое запаздывающие, что такое быстрые, что такое тепловые. Что вообще говоря, не укладывается в теорию работы ядерного реактора. И второй вопрос, который выяснен был уже экспериментально. Мы не обнаружили около 150 тонн топлива, то есть двойки Сиурат. Это то, что вызывает некое волнение и беспокойство. Поскольку если все-таки права официальной версии и физика разгона реактора, как они ее описали, она такова, то, еще раз повторяю, нет волнения и беспокойства. А вот если она все-таки неизвестная физика, непонятная нам, то тогда мы можем ожидать повторения, потому что жизнь так устроена. Если урок в урок не идет, то он повторяется. Сегодняшний доклад содержит две части. Как правильно сказал наш ведущий, я бы ее назвал первой частью методической. Я буду подробно рассказывать в сегодняшнем выступлении, как мы создавали новые методы, дистанционные методы дозиметрии, какие идейные, технические, бюрократические, эмоциональные проблемы нам приходилось. Почему мне это кажется важным? Потому что создание чего-то нового, принципиально нового, оно всегда наталкивается на ряд одних и тех же проблем. Но наша ситуация в Чернобыле была достаточно более, так сказать, лояльная, чем сейчас в Лерне. Мы создавали новые методы, понимая на твердо установленных принципах. Задача, над которой бьетесь сейчас вы, намного сложнее. Это создание новых принципов, это неизмеримо сложнее, на порядке сложнее. Поэтому скептицизм, неверие – это вполне объяснимо. И я хочу поделиться нашим опытом создания новых методов. И второй момент, который отметил, опять же, Зателепин, что мой доклад действительно в этот раз всегда обычно сухо, все докладывают и безэмоционально рассказывает только о победах. Я же буду говорить очень много о наших неудачах, о том, что приходится преодолевать, когда-то делается что-то новое. И я хотел бы в этой связи упомянуть тех людей, которые это делали. Потому что, поскольку я нахожусь в Абхазии, у меня достаточно мало материала было, по Чернобылю весь остался в Москве. Я попытался через интернет их достать. И понял и увидел удивительную вещь, что информационное поле сильно зачищено. И пропали те фамилии, которые все это делали. Я хотел бы все-таки о них вспомнить, уже именно в связи с годовщиной 37-й, потому что их становится все меньше и меньше отдать ему должное. Итак, возвращаемся. Вот я закончил вступление и теперь делаю видение. Значит, возвращаемся в 86-й год. Как правильно заметил Валера, мне было 33 года. Я работал в Курчатском институте в звании научного сотрудника. Был кандидатом уже наук. Руководил достаточно небольшой группой. Нас было человек 6. Но был уже таким оперившимся человеком, ученым молодым. Уже был лауреатом в Курчатских, премии Ленинского комсомола. То есть все было хорошо. Мы занимались исследованием возможности создания и управляемого инерциального синтеза на очень большой установке, которая называется «Ангара-5», модуль тогда был только построен. Мы занимались лайнерной программой, исследовали параметры плазмы, смотрели однородное сжатие. Вот то, что называется лайнерной программой. Идея лайнерной программы достаточно простая. Ставится ряд, либо газовый лайнер создается, либо ставится ряд тонких вольфрамовых проволочек. По ним пропускается ток сильный, мегаамперный. И по идее магнитное поле должно сгрести всю плазму в центр. Это так называемая модель снежного плуга. И, столкнувшись, геометрально противоположные атомы должны вызвать термоядную реакцию. Там может быть дейтерированный вольфрам, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это не важно. Важна динамика. Ну, на расчетах все было хорошо, но оказалось все не так просто. Оказалось, что возникают неустойчивости, возникают горячие точки. И вот, собственно говоря, исследованием этих горячих точек мы в тот момент и занимались. То есть точки, где температура намного выше, чем все основные плазмы. Они светили в мягком рентгене. И мы использовали камеру-обскура, пленку и тонкий сенсулятор с тем, чтобы регистрировать эти точки или выводить в нее, посмотреть длинную диаметру. И вот такой фон был. То есть я работал в отделе физики плазмы. В отделении релятивистских пучков ОРП. Авария случилась в субботу. Никто ничего не знал. В воскресенье никто ничего не знал. В понедельник тоже с утра никто ничего не знал. Я помню, что где-то к середине дня такой пошел по институту небольшой шорох о том, что что-то случилось на Украине. Что что-то какая-то крупная авария. Официального объявления еще не было. Все говорили тихо в коридоре и говорили друг другу одну и ту же фразу. Если есть родственники на Украине, звони, что там сейчас будет плохо. Но у меня не было родственников на Украине, поэтому мы продолжали спокойно работать. Ничто не мешало. И только уже когда мы в обед пошли в столовую, то я обратил внимание, а столовая тогда находилась на другом конце института. Я обратил, проходя мимо нашего могильника института, 37-го здания, обратил меня, что там стояли автобусы. И какой-то был знакомый дозиметрист проходил, и он говорит, что тут вы поставили автобусы. А это вот на них привезли пожарных в шестую больницу. Их рвало, и вот теперь к автобусам вообще и подойти-то нельзя. Там они светят под 70-80 рентген в час. И я понял тогда, что масштабы аварии большие. Еще не было официального объявления, по телефону разговаривать было нельзя. Ну, так прошел день, и уже к 30-му числу, к вечеру, нас собрал наш научный руководитель Рудаков Леонид Иванович, о котором я буду говорить дальше, и сказал, что нужно срочно сделать систему, который позволяет регистрировать гамма-изображение с высоты 200 метров, с пространственным разрешением метров. И она должна быть установлена на вертолете, который будет идти со скоростью 60 км в час. Он назвал мощность дозы. В то время на высоте 200 метров было около 500 рентген в час. Это было уже известно. Это было до 5 мая, когда резко спала активность. Вот так было сформулировано 30-го вечера эта задача. Он сказал, вы подумайте, и после майских праздников я вас жду с предложениями. Собрали всех экспериментаторов. Нам эта задача была более-менее понятна и ясна, потому что мы занимались регистрацией мягкого рентгена, то есть кэмного рентгена. Нам нужно было, получали изображение, нам нужно было получить изображение мэвного. На тот момент средняя жесткость излучения была выше мэва. Итак, вот так сформулировалась задача. Принципиально она нам была ясна. Вот если это, я не знаю, Валера, видно мою мушку, да? Лень, мы видим хорошо. Ты слайд номер 2 включил. Да. Значит, вот гамма-источник, вот камера Obscura. Принцип простой. Он использовался, когда не было объективов для фотографии. Сюда вставлен коллиматор, который должен достаточно продолжить, протяженный, потому что если поставить так, как в оптике, то, конечно, гамма-кванты не почувствуют коллиматора. Поэтому был поставлен коллиматор. Вот стоял секционный сенсулятор, я позже покажу его. Я сейчас говорю об общей схеме. Вот электронно-оптические преобразователи 2 в паре для того, чтобы получить хорошее усиление. Ну и свинцовое стекло, чтобы можно было смотреть глазами результаты рекомендации с помощью видеокамеры. Что из себя представлял конвертер? Мы должны были для себя решить систему. Что мы должны выбрать? Тонкий, чтобы иметь пространственное разрешение, но тогда мы проигрываем в эффективности. Либо ячейстый, тогда мы выигрываем в эффективности, но пространственное разрешение ограничено размером ячейки. Но мы, конечно, сделали и тот, и другой. И даже провели исследование пространственного контрастности. Цезивый источник, дырочка, сенсулятор. И вот ФЭО стоит со спектрометром, мы, двигая коллиматор или, так сказать, мы могли, любой из этих мы могли получать спектр. Ну вот здесь представлена зависимость числа импульсов регистрированного спектрометра от положения ячейки относительно коллиматора. Ну вот для различных ДД. Таким образом, несложно было выбрать размеры ячейки. Он должен был согласован быть с диаметром коллиматора. Ну вот такая оптимизация необходимо провести. Мы ее сделали достаточно быстро, может быть, за неделю. Нам изготовили, или за неделю все тогда делалось очень быстро. Вот там встретились 4 мая, у нас не было ни одного выходного, по-моему, до сентября. Так жестко работали. И надо было создать с нуля от идеи систему, которая должна была быть установлена на вертолет. А это не очень просто, но надо было доказать, что она работает, убедиться в этом самим. Конечно, вот была проведена проверка в лаборатории, точечный источник, все хорошо, видна ячейка светится. Нам соседи, девятка, отвела красивый урановый коллиматор из обедленного урана, мы его покрасили, чтобы... Но дальше стал такой вопрос. Надо сходить как-то проверить более боевой обстановку. И по совету нашего главного инженера Вики Волкова, о котором я буду тоже рассказывать, нас отправили в одно из подразделений института, где был такой маленький реактор. Я сейчас не буду распространяться на эту тему. Но поход кончился. Мы поставили, взяли этот наш ручной вариант гамма-визора, как мы его потом назвали, и пошли на этот реактор. И мы потерпели полное фиаско. Наш сенсулятор, наш экран ИОПа светил, как яркий фонарь. Как вот сейчас светит. То есть там была доза не очень большая, где-то 10 рентген в час. И было понятно, где стоит реактор. Вот он его видит. В 5 метрах. Но помещение очень ограниченное, большое отражение. И вот такое вот было, как бы гладко было на бумаге. Первая попытка окончилась полным фиаско. Дальше должен быть разбор полета. В чем же дело? Мы долго это обсуждали. В конце концов поняли, что существуют две разные задачи. Одна задача – это поиск гамма-источника. А другая – получение изображения известного источника. Что это принципиально разные задачи. Объясню, в чем разница. Когда вы знаете, где у вас лежит источник, вы направляете на него коллиматор и получаете красивое изображение. Это одна ситуация. А когда вы не знаете, где источник, или предполагаете, что у вас много источников, вы не знаете, вы стоите к нему спиной, боком. То есть поиск источника – это совершенно разная задача. Поэтому, чтобы решать задачу поиска, необходимо, чтобы была вокруг детектора установлена круговая защита. Каково же физическое условие? Физическое условие достаточно понятно. Нужно, чтобы через ваше отверстие коллиматора проходило квантов больше, чем попадает на ваш же сенсулятор со всех остальных сторон через защиту. Гамма-излучение невозможно вот так остановить, как свет черной бумажки. А для мебного излучения, чтобы вы соблюсти это условие, оно достаточно жесткое, потому что угол коллимации у вас очень маленький. Это там 8-10 градусов. А теперь вы почитаете с 4П и умножаете на коэффициент защиты. Вы понимаете, что вам нужно иметь защиту не меньше 8 сантиметров свинца. Вот такое жесткое условие оказалось только просто из-за того, что правильно надо было сформулировать задачу. Такая система была установлена, была изготовлена. Мы отлили, работая очень напряженно, мы отлили вот такую защиту. Оказалось, что это 2 тонны. Мы таскали ее краном. Внизу был, слава богу, в РП большие залы. Есть тельфер. Внизу был установлен источник. На тельфере, на мостовом кране ехал наш камовизор. Все фиксировалось на монитор. И мы видели, да, все мы видим точно и источник. Был приглашен академик Беляев, потому что к тому времени он был назначен главным ученым по этому времени. Мы ему показали. Он сказал, да, хорошо, теперь езжайте на вертолет. Давайте стыковаться с вертолетом. Объясняю, в чем проблемы. Вертолет – это виброустойчивость. Вертолет – это совершенно другое питание. Никаких 220 там нет. Наши блоки питания, они, конечно, на 220. В общем, это была большая такая техническая проблема, инженерная, которую мы с успехом решили. И где-то вот недели через 3-4 мы были готовы к проведению испытаний. Испытания бы проводились на вертолетном вертодроме Камаковском. Камадизор был помещен в вертолет, который взял наш груз, привезли источник, очень мощный источник. Задача вертолета была на высоте 200 метров пойти со скоростью 60 км в час над источником. Надо было посмотреть, запишется ли, да, еще большая вопрос хранения информации, записи информации. Ну, технические вопросы не буду обсуждать, решились. Источник привезли из института, это был источник, очень мощный радиоисточник, который вообще еще английская королева подарила курчат. Он располагался на грузовике, крышка снималась краном, ну, в общем, все было готово. Вертолет проехал и зафиксировал. Действительно, вот она, так сказать, вспышка, вот оно изображение источника с высоты 200 метров. Мы угадали с разрешением, и все было хорошо. Дальше надо было ехать в Чернобыль, и здесь, собственно, начинаем. Я хочу познакомить с первым человеком, который сыграл очень большую роль. Это Игорь Александрович Перлик. Человек очень известный в авиационной промышленности, был лауреат Ленинской государственной премии. Он тогда был замдиректором генерального хамутовского завода. Создатель К-20, вертолета К-27. И вообще все операции с внешними подвесками для монтажа строительного всегда проводил. Потому что он разрабатывал все эти подвески. Человек очень неординарный. Большой, как сейчас говорят, патриот, он уже был тогда, нам казалось, в запредельном возрасте. Ему там было 60 с чем-то, 66. Пользуясь своей известностью, он позвонил зампреду Совмин и сказал, что если нужно, он готов вылететь. Его помощь понадобилась. И он уже до наших этого времени, он уже дважды слетал в Черномолы, выполняя задачи установки иглы и какие-то другие еще задачи. Но дальше ему нужно было работать с нами. Человек был очень неординарный, яркий, высокий профессионал своего дела. Без него бы ничего не было. И главное, что он обладал таким неформальным авторитетом, что ему никто не мог отказать. Он просил вертолета, ему вертолет давали. Он просил самолет, ему давали самолет. Он пользовался большим авторитетом. Второй человек, с которым я вас сейчас познакомлю, это Виктор Волков. Виктор Глебович. В то время он был главным инженером отделения ядерной физики. Собственно говоря, поскольку директор отделения ядерной физики был Спартак Тимофеевич Беляев, то он знал все задачи. И мы были одноклассники, однокурсниками. Мы учились в одной группе, и он был прекрасно в теме, чем мы занимаемся. И, собственно говоря, он предложил нам создать вот эту вот систему. Поэтому в неком смысле он взял на себя шефство. И вообще, если бы не Виктор Волков, то никакого гамма-визора бы не состоялось. И первый макет так и остался бы лежать на полках нашей лаборатории. Но он хотел, чтобы это было сделано. И предложил для этого все усилия. И поверьте мне, сейчас бы это вообще было невозможно. А тогда все-таки были яркие люди. И он сумел придумать, как это сделать. Потому что никто не хотел рисковать. Было всем непонятно. Заработает этот гамма-визор и заработает. В частности, Спартак Тимофеевич Беляев был категорически против, поскольку он говорил, что камтоновское излучение вам не даст, простите, рассеяние вам не даст ничего увидеть. Вы увидите это, все будет матово. Матово, никакого изображения вы не получите. Но Виктор настоял. И мы были пристегнуты к некой программе, в которой была БУЙ. Называлась БУЙ. Суть ее состояла в том, чтобы поставить под тепловой и радиационный контроль развал центрального блока. Для этого планировалось с помощью вертолета установить много БУЙ, вот этих начиненных датчиками теплового потока, гамма-камерами, термопарами. Даже там, по-моему, влажность мерилась. Я уже не помню, но, по-моему, так. Все это вывести на единый путь с тем, чтобы доложить в правительственную комиссию, что реактор находится под надежным контролем. Не забывайте, что тогда всеми работами на ЧАЭС руководила правительственная комиссия, которая была под большим пристальным вниманием политбюро Игорь Бачев. Вот Виктор сумел это все политически организовать. Ну, вот я вам покажу БУЙ. Это была примерно такая конструкция. Значит, гамма-визор тут должен был играть следующую роль. С помощью гамма-визора нужно было определить, где на засыпке четвертого блока находятся самые яркие точки. И туда поставить это БУЙ. Подразумевалось, что там, где есть высокая активность, там должно быть скопление топлива. И тогда, в 1986 году, боялись все повторения неконтролируемого разгона, опять разогрева топлива, взрыва. И это была основная проблема, которую все пытались решить. Определить, где же находится основное топливо. Вот я вам показываю такой вот БУЙ. Ну, вот как это... Это все располагалось на вертодроме. После того, как мы прошли испытания, нас погрузили на военном аэродроме в самолет, отправили в Чернигов. А из Чернигово, уже вертолетом, мы долетели до Чернобыля со всем своим багажом. Надо заметить, что вертолет, о котором я буду дальше говорить, был экспериментальный. И к нему полагалось около 20 человек не охраны, нет, а техников. Это было два... Как они называются? Вот такие большие... Два кунга. Вот два кунга с оборудованием, с людьми. Ну и у нас было свое оборудование. Мы тоже взяли с собой достаточно много на все случаи жизни. Как нам тогда казалось, тем, чтобы это... Лаборатория тогда располагалась прямо на вертодроме. Вот установлена военная палатка военной. Становили, подвели к нам 220 вольт. И БУИ ехали обычным грузовиком, трейлером их ездили. А мы уже прилетели, мы должны были дальше все эти БУИ начинить датчиками, обвязать кабелями по 200 метров. Это был достаточно тяжелый труд. Было очень жарко. Ну и вот такая вот работа. Никакого героизма. Обычная работа физиков и экспериментаторов. Это была лямка, которую мы все тянули. Вот я вам показываю фотографию Эрлиха и Леши Мельника, вертолетчика Аса. Аса, Аса, который приложил очень много для того, чтобы наша программа была выполнена, его мастерству поражали все. Хладнокровие, выдержки, потому что ему пришлось летать очень низко над блоком. И он совершенно заслуженно один из пяти получил звание Героя Советского Союза, которое присвоили пожарникам, охромеевым. Ну, в общем, очень малому количеству. Всего было пять человек. Леша вошел в их число. Он уже прилетел смонтированным нами гамма-визором. Остались какие-то детали. Мы подключились. Первый полет, чтобы выяснить, где лежат самые яркие гамма-источники. С нетерпением ждем его прилета. Он прилетает. Мы включаем видеопроигрыватель. Зывайте, 86-й год. Еще видеомагнитофон, это была большая редкость. Нам дали видеомагнитофон профессиональный. Sony был, но он записывал 20 минут всего. И чтобы просматривать, у нас был видеомагнитофон обычный, бытовой. И это дал лично Анатолий Петрович Александров, тогда президент Академии, прямо из своей приема. Я помню, как секретарша смотрела бедная на этот видеомагнитофон, и она поняла, что назад уже не вернется. Весь запачкается. Ну, это уже детали. А вот то, что мы увидели, ничего не было видно. Просто ничего, какие-то блики. И вот теперь очень важный вопрос. Мы поднимали вопрос о том, что, а как привязаться с высоты 200 метров, как понять, что мы видим в гамма-изображении. На что нам летчики сказали, что это не проблема. У них камера, это был очень продвинутый вертолет, весь напичканный электроникой, совершенно секретный. Он был для обнаружения ядерного оружия на кораблях и подводных лобках. Поэтому его и дали, чтобы у нас не было проблем с питанием. И передать то разочарование, которое мы в тот момент испытали, это ничего не сказать. Все было не так. И я подумал, а как мы будем возвращаться в институте? И все скажут, не можем говорить, у вас ничего не получится. Но делать было нечего. Это было по факту. Мы сняли гамма-визор, потому что должна была выполняться программа буев. И решили, что просто вертолет будут ставить буи на засыпку четвертого блока. Просто в шахматном порядке. Ну, что будет, то будет. А сами занялись результатом. Первое, что нам надо было сделать, это все-таки сделать привязку. Мы поняли, что один и тот же, что и оптический канал, и гамма-канал должен быть совмещены. Поэтому Виктор Волков предложил гениальное решение. Он сказал, давайте мы половину с института отрежем. Поскольку вертолет идет с одной скоростью, в одном направлении, то мы его устанавливаем в перпендикулярной оси вертолета. И тогда у нас оптическое изображение будет переходить в гамму изображения. Идея была блестящая, но был один важный технический момент. Тогда получалось, что оптическое изображение, яркость которого мы не могли регулировать, оно было на одном фотокатоде с гамма-изображением, которое мы могли регистрировать. Для этого нужна низкая интенсивность. И вот как совместить? Ну, выход был, казалось бы, один. Нам нужно поставить фильтры. Для гамма-квантов оптические фильтры – это ничего, а для оптического изображения можно было поставить. Но вопрос был, как подобрать чувствительность, потому что солнышко то всходило, то заходило, погода была переменчивой. Но делать было нечего, надо было рисковать. Конечно, мы надеялись на оператора, потому что в этом вертолете был Леша Мельник, штурман, и был еще оператор, который сидел за всеми этими приборами. Мы его долго-долго… Эти ребята были профессиональные, а этот оператор достаточно бестолковый. Вот. Нас вертолет Эрлих категорически отказывался пускать, как мы его не умоляли, потому что это была экспериментальная машина, и он говорил следующие слова. Вы, молодые люди, никогда не были под государственной комиссией аварийной. А я, говорит, был, и я знаю, что это такое. Не дай бог что-то случится, и меня, так сказать, посадят, «Потому что я вас нарушил летные правила, инструкцию лет». Возразить ему было нечего. Вообще, он для нас был большой авторитет. Мы его между собой называли «папаша Эрлих», потому что он был значительно старше, в два раза старше, чем мы, и все образы правления были у него. Поэтому мы еще раз замонтировали гамма-визор, он еще раз прилетел, пролетел, и опять неудача. Мы совсем поникли духом, пали духом. Мы собирали уже эти буи, ну, как-то так чисто это автоматически. Вот здесь я хочу эмоциональную часть, как сказал Валерий В. Николаевич. Вообще, чтобы тот дух того времени, я зачитаю выдержку, потому что я так не могу сказать, ну, воспроизвести без чтения. То впечатление, которое в июле 1986 года небольшой украинский районный центр под названием «Чернобыль», производил на приезжего, могло бы стать темой отдельной небольшой путь. Первое ощущение, которое возникало, мы попали в трехфронтовой город. По улицам непрерывно перемещалась бронетехника, военные грузовики, джипы, а также автобусы, перевозящие военнослужащих, гражданских, одетые во все белое. То там, то здесь мелькали вспышки электросварки. Какие-то люди монтировали промышленное оборудование, которое, как стало понятно позже, являлось одним из многочисленных питомных заводов. Другие с помощью бульдозеров и экскаваторов, принципиально земляные волны, чтобы вместе с дождевыми потоками радиоактивная пыль не смогла попасть в речку Китая. На всех людях была одинаковая одежда, у всех на лицах были одеты респираторы, и поэтому отличить одного человека от другого было весьма засуществом. Но нигде не наблюдалось даже следов паники или нервозности. Все работали сосредоточенно и целескорно. Хотя в самом городе мощность дозы по гамма-отлучения по отношению к своему мирному времени была достаточно высокой. Порядка миллиарнгенов в час. Пяти миллиарднгенов в час. Стояла десятиградусная жара и очень парило, поскольку военные дезинкционные машины непрерывно смывали радиоактивную пыль с центральных улиц и Тракуа. По центру горла беловито сновали какие-то люди с папками для бумаг в руках. Вся эта картина напоминала растревоженный муравей. Чернобыль маленький городок, и значительную часть его площади занимали утопавшие зелень, уютные белые одноэтажные домики частного сектора. Большинство оконных старних домах было открыто, что указывало на спешку, в которой хозяева покидали свои дома. Вокруг стояла удручающая тишина, на фоне которого ухо лавнули шпурок и коляс бульдозер, работающий где-то вдали до отдаленных, был автомашин, который доносился со стороны города. По улицам и дворам не бегали и не лаяли собаки, на заборах не было видно кошек, а в городах никуда хтали куры. Отсутствие домашних животных, которые являются непременным аспектом поселковой жизни, вызывало насторожение. Приусадебные полисадники пестрели яркими желтыми золотыми шарами голубыми садовыми колокольчиками и сине-фиолетными гельфинолами. И кто бы мог в те дни подумать, что через 20 лет вся Украина будет буквально утопать в том, тогда казавшимся столь милым для глаза цвета сочетание. Тот год выдался урожайно. Цветы фруктовых деревьев прогибались под весом налившихся кладов, а земля под деревьями напоминала разноцветный ковер из упавших абрикосов, черешни и яблок. Но все это изобилие никому не радовало, никому не было нужно. Казалось, что жизнь навсегда покинула эту часть города. В глазах бросалось еще одно обстоятельство, которое первые дни вселяло интуитивное чувство тревоги. Полное отсутствие их не было видно. Ни живых, ни мертвых. Видимо, почуяв беду, они просто улетели. Вот такой эмоциональный эссе, которое я вам сейчас зачитал, оно передает, насколько мне удалось передавать, вот ту атмосферу, которая царила в Чернобыле. Это был июнь-июль 1986 года. Мы же работали на вертодроме. И наша поездка начала с неудач, о которых я вам рассказал. Почти час говорил. Ну вот я показываю карты работы вертолета. Вот этот К, он берет, захватывает, несет буй. Дальше вот он уже над реактором. Вот этот буй. Теперь его задача подставить его в реактор. Дальше разложить кабель, чтобы мы его могли подхватить. То есть он должен был пройти вот между всеми этими обломками на очень низкой высоте. Потом отстрелить кабель. Наша задача стояла в том, чтобы подхватить этот кабель. Вот кто-то бежит из наших. Я не могу понять, кто то ли я, то ли не я. Но это не так важно. Вот это мой коллега и старый друг Чесноков вытаскивает этот кабель. Дальше он подключался к системе. А дальше была бесполезная и нудная работа по сбору данных. Уже в первые дни мы выяснили, что температура на засыпке близка к атмосферной. И ход временной, ход дневной и ночной полностью прописывал против. Поэтому, что в общем потом подтвердилось, никаких тепловых на поверхности, по крайней мере, никакого избыточного тепла мы не регулировали, не регистрировали, да, чуть-чуть датчики теплового потока давали какие-то значения. Но было понятно, что если топливо есть, то оно где-то там глубоко под реактором. В конце концов, так и вышло. Но было доложено, что реактор взят под контроль. Я вам честно скажу, для нас это было очень тяжело, потому что вычислительная техника, не было таких компьютеров. Данные выходили на АЦП, и мы каждый час вынуждены были записывать. Это днем и ночью, 24 часа в сутки. И это все наши слова о том, что дело бесполезное. Реактор должен быть под контролем. Правительственная комиссия велела сететь и записывать. Ну, занятие скучное, и мы по ночам особенно туда принесли вариант ручной гамма-визора, и по ночам выходили по блоку с тем, чтобы попытаться все-таки понять, работает наш гамма-визор или не работает. Ну, вот установка, так сказать, вот так вот он вставил бульет, а вот Елена, вот, так сказать, установленный бульет, уже результат работы. Вот от него кабель нашу диагностическую тоже было. Это было помещение, нам выделено химическом цехе, и когда мы туда пришли, там было десяток миллиаренген, но по мере того, как эти кабеля затаскивались, количество буйок увеличивалось, а буй падал, кабель падал грязь, мы его затаскивали, затаскивали грязь, и сколько помещения не мыли партизаны, доза росла, 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 и уже было 50 миллиаренген в час, то есть это уже заметно, и если вы умножаете на 12 часов, которые нужно осадить, то вот вы получаете, что пол рентгена просто за это. Тем не менее, мы ходили по ночам, искали, и все было как-то бесполезно. Мы заходили, ничего, наш гамма-визор не видел, какое-то свечение нигде, ничего не было, мы не могли понять. Это что-то в самом приболе, просто нет ярких источников, все равномерно загажено. И вдруг нам повезло, мы зашли в одно из помещений, достаточно спокойное, там было пол рентгена, час, то есть совсем чистое по нашим меркам, скрутил дренолу, установил, и о чудо! И о чудо! Мы вдруг увидели яркое-яркое пятно, вот оно, на гамма-визоре, вот изображение мы достали, быстренько какую-то палку нашли, и из кучи мусора вытащили, ну вот такой вот кусочек железячки, которые, собственно говоря, и светли. Для нас это было очень важно, принципиально, моментом. То есть сама идея прибора работала, и спало такое очень тяжелое, свалилось чувство вины, как-то неуверенности, все. Мы уже потом пришли, зафиксировали, вот мы как бы зафиксировали с помощью видеокамеры уже, и дальше работа пошла, мы ходили по различным, так сказать, объектам, искали эти яркие источники, мы даже залезали на крышу, это было не очень гамма-визор, все-таки весел около 20 килограмм, на 68 метров надо было подняться под вентиляционную трубу, там как раз шли работы партизаны, призванные военнослужащие у запаса, они выскакивали на крышу, скидывали эти блоки, дальше там внизу стоял человек со свистком, вот они выбегают с лопатами, быстро хватают лопаты, скидывают два куска графита, сколько успевали, пять минут, по-моему, они работали, и дальше быстро заскакивали назад, раздавался свисток, они все бежали, дальше их отпускали домой, ну вот так работала, так сказать, эта система. Вот, мы вылезли на крышу, и казалось бы, вот они, яркие источники, гамма-визор тоже пока. Ничего подобного, вот он светился, и как ты его ни крути, изображения нет, сплошной формы. Мы поняли, что защиты нашего гамма-визора недостаточно для того, чтобы работать в высоких полях. Но надо отметить, что через, вот, из вариационной камеры мы поставили наверх, и вдруг увидели такую полоску, полукруг. Это оказалось, что те блоки, которые упали, стукнулись от рабонии, упали, и вот через бетонные перекрытия они были хорошо видны. Слух о том, что у курчатовцев появился чудо-прибор, мгновенно летело, поскольку Виктор на правительственной комиссии выложил результаты, что да, вот такая схема работает, и к нам в палатку потянулись люди. Вера в чудо у людей велика, они не понимали, что это совершенно какой-то на коленке собранный макет, и что он далек от совершенства, но тем не менее люди потянулись, особенно военные, вот там луч, вы не могли бы посмотреть, и хорошо, что Виктор взял это все на себя, иначе, если бы мы на каждую просьбу отвлекались, мы просто бы там сгорели. Вот. Тем не менее, это имело свои, это имело потом свои последствия, о которых я скажу. Первое, что нам сделали, нам дали лабораторию, потому что мы уже валились с ног, это было очень тяжело, отдежурить 12-часовую смену, поспать час-два, где-то перекорнуть, потом ехать на вертодром, собирать все эти буи, беготня с гамма-визором, просто, а дальше мы жили в Чернигове, нас сажали на вертолет, кто не на смене, и в Чернигов, на вертолете, и потом там, дом отдыха, где мы жили, в общем, через дни 10, мы просто стали валиться от усталости, никакого героизма, просто валимся. И нам дали помещение, я вам покажу, вот ваш покорный слуга, нам дали помещение под общежитие и лабораторию, потому что нам уже нужно было где-то все это собирать. Вот акушерство и гинекология, нас так и называли гинекологи, кручаторские. Но, помимо этого, нам дали вертолет. То есть, вот, наша фиаско с вертолетом К-32, программа буй уже, как бы, закончилась, и вертолет улетел, они тоже набрали очень большие. Нам дали другой вертолет. Вот, вертолет уже Ми-8, на котором мы, так сказать, летали, вот Александр Владимирович Чесноков, так сказать, меряет вот это, вот я смотрю в гомовизор, вертолет на Дрякта. Мы поняли, где произошла ошибка, потому что, когда нам ставили задачу в начале мая, мощность Долуза была очень велика. шла от засыпки где-то там 500-600 рентген в час, когда мы, 200, я уж не помню, ну, очень большая мощность Долуза была. Мы рассчитывали на определенную активность, но с 5 мая активность там уменьшилась сотни раз. По каким причинам, не знаю. Сначала говорили, что это благодаря принятой мер засыпке, а уже потом Костя Чечера, по которому я тоже буду говорить, правильно написал, что, в общем-то, все эти действия оказались неэффективны, вертолетчики раскидали песок, там, бор и свинец по всей станции, а практически не попали в сам реактор. Ну, как выяснилось, это и не нужно было. Ну, вот нам дали такой вертолет, и в этот раз мы поняли, что нам нужно. Нам нужно было зависнуть от реакторов и накопить дону. И вот это было реализовано. Мы зависли и увидели, да, мы увидели два ярких источника. Один из них была, это Елена, так называемая схема Е. ее волосы светили. И вторым ярким источником оказался бассейн выдержки, уже пустой. Вот два гамма-пятна мы засекли с вертолета. Сейчас я вам покажу. Вот они. Вот так выглядело это, так сказать, вот, оптический канал волосы. Вот он видно. Это Елена боком стоит. Для нас привычный, для вас, конечно, нет, но вот это крышка от реактора. А это вот изображение того, гамма-изображение, поэтому перемещая вертолет туда-сюда, можно было сканировать этот зал. У нас была фотография намного хуже. Это уже было сделано после нас, потому что все-таки защита ручного гамма-визора не хватало, а ту защиту уже увезли. Поэтому мы попросили в институте, отправили чертежи в институт, чтобы сготовили новую защиту, и наша смена уже вот стала получать эти красивые, так сказать, фотографии. Выводы из работы в Чернобыле в 86-м году с гамма-визором. Точных источников нет, а значит, скопление топлива на площадке практически нет. нет. Самые яркие источники это волосы Елены, так называли, и бассейн выдержки. Гамма-виза штука изящная, но для ликвидации последствий АРНЧС совершенно бесполезна. Правда, пока мы летали и искали источники, то мы сделали одно важное дело. В районе столовой, которая называлась электроника, было обнаружено пятно, даже не пятно, а такая мощная стрелка, которая шла, так сказать, на Беларусь. Это было страшно удивительно, потому что вот эта столовая находилась на километрах полтора от реактора, и казалось бы, что все должно быть непрерывно, но вот эта зона от этой столовой до реактора была достаточно чистой, ну, как чистой, 10-15 рентген в час, а на этой столовой было 200, 250, 280, и так вот долго-долго этот след тянулся направлением на Стеллу и дальше на Беларуси, на Рыжий лес, значит, почему его не могли обнаружить раньше с воздуха? Была система Макфайр, такая американская система, которая гидромет снимает загрязнение, но эта система при подлете к Чернобылю еще к 30-километровой зоне уже выходила из строя, потому что она там одиночная, рассчитана на одиночные кванты, а здесь был просто поток, поэтому она была бесполезна. С земли это было увидеть невозможно, мы это увидели вот с воздуха, с помощью этого гамма-визора, просто он засветился, мы приземлились на этом вертолете, уже дозиметрами ручни мы померили, увидели, что там гигантская активность, и доложили военным, они тут же прибежали в нашу палатку, на вертодроме, вы знаете, я такого количества звезд, больших, их никогда в жизни не видел, поскольку это были войска пекаловские, они тут же все это перерисовали, и дальше начали двигаться по этой стрелке, отмечая, мы ее с вертолета пометили, побросали туда, ну, такие маячки, красная веревка с грузиком и с красной тряпкой, ну, так, чтобы было проще двигаться вот по этому петлу, которое так вот вытянулось. Но главный вывод, который я сделал в то время, нужно переходить к цифре, то есть качественная картинка нам ничего не дает. Итак, в сентябре 1986 года мы вылетели уже в Москву, нам на смену приехала, к нам приехала смена из нашей же лаборатории из ВРП, которая, так сказать, продолжила действие. У нас было к тому времени два варианта. Вот был один вертолетный. Сделали на БТРе, который мог перемещаться на свинцовом БТРе, так сказать, и вот то, что изображение уже получено из БТРа, вот видно, что над центральным залом вот такое размытое пятно. И это диффузное свечение и создает впечатление, что это излучает сам воздух над реактором. Но это вот есть комптоновское рассеяние на воздухе. То есть кванты рассеиваются, и поскольку рассеяние, комптоновское, оно рассеяние на большие углы, и часто перпендикулярно улетает, попадает в коллиматор гамма-визора и дает изображение. Мощность очень велика, ну и вот соответственно вот такое изображение мы получали. Ну вот собственно говоря, все, что я хотел сказать про Чернобыль. Ну чтобы не подумали, что гамма-визор вещь вообще бесполезная, нет, дальнейшее разведение гамма-визора уже было признан в Курчанском институте, и вот здесь видно фрагмент нашего технологического оборудования на одном из реакторов, и вопрос, который поставили реактор, что нам надо убрать, чтобы убрать мощность дозы, снизить, что у нас запачкалось. Вот гамма-визор показал то место в конструкции, которое надо было выразить и выкинуть в могильник и заменить. Вот нижняя фотография уже была получена в Германии, мы продали туда, потом уже продали в 95-м, 6-м или 3-м году гамма-визор, и вот они тоже страдали той же бедой, вот какие-то емкости, и от емкости светило, им непонятно было, что светит. Вот когда они это увидели, они вырезали этот кусок и поставили. То есть ну вот не совсем бесполезная штука. Следующее развитие гамма-визор получил уже в 93-м году, и это связано с именем Саши Сударкина, он применил принцип кодирующих апертур. Принцип мы этот подзаимствовали у астрофизик. Они привыкли рассматривать удаленные объекты, яркость которых низкая, поэтому одного отверстия мало, и хотелось бы, чтобы увеличить, уменьшить время набора информации, сделать много отверстия. Ну вот это называется принцип, известный под принципом кодирующей апертуры. Вот мы сумели изготовить, не мы, а наши на станке с числовым управлением уже в институте изготовили вот такие вот маски. Я не буду рассказывать физику всего этого дела, она достаточно сложная, но вот результат. Мы взяли какую-то маленькую ниточку, намочили ее в растворе цезия, очень слабо, и вот видите, вот так вот, вот такое дают изображение. В чем прелесть? Прелесть в том, что если вы будете мерить дозимец, то вы ничего не замерите. То есть вот этот гамма-визор с кодирующей апертурой позволял вытаскивать сигнал уже из хобфона. То есть этот гамма-источник, конечно, вносит свой вклад в фон, но он меньше, чем флуктуация гамма-фона, поэтому вот гамма-визор позволял такие вот вещи делать. Это уже современное, а дальше продолжает развиваться. Я уже за эту тему ушел, а ребята еще продолжают. Вот про гамма-визор все, и следующая постановка задачи была сделана вот человеком, Рудаковым Владимиром Ивановичем, старшим братом нашего Рудакова, человек-легендой. Он руководил строительством, монтажом множества объектов среди Машевого. Среди его объектов это и Налина, и Ленинградская, от Снежинской до Желтых Вод. Все комбинаты он монтировал. То есть он возглавлял спецмонтаж. Его монтажники, это были уникальные люди, их отбирали по всему Союзу. Они могли сделать все, что нужно с помощью каких-то ручных лебедок, с помощью катков. Они перемещали гигантские фантастики, что они делали. Владимир Иванович был человеком очень жестким в работе, но вместе с тем очень справедливым. именно он построил саркофаг, его уважали все, от министра до рабочего. Его слову прислуживали все. Он хотел все посмотреть сам, просто наблюдали острые ситуации, когда монтировали этот ману. Гигантская балка, 600 тонн, ее поднимали двумя кранами демагами, которые как порвался трос, все зависло, и нужно было искать выход из ситуации. Все боялись двинуться, потому что уже все висело над реактором. 600 тонн уронят, непонятно, что будет, а главное, что эту балку не так просто сварить, ее по частям они варили, укрупняли уже на месте, дальше на катках подкатывали тракторами. Это была целая история. И вдруг почти все рухнуло. Владимир Иванович нашел выход из положения. Он поставил канатчиков, они вручную откинули эту балку и посадили этот мамонт на эти опоры. Это было, конечно, я это знаю, потому что наши ребята снимали всю эту процедуру. так вот, в 87-м году сам Рудаков уже лежал в больнице и в очень плохом состоянии. Он, конечно, переоблучился, но не оставлял пост и говорил, что он все знает, умрет, но достроен. Так и случилось. Когда он умер в 88-м году, тысячи и тысячи людей прошли прощаться, дробь был установлен в МИФИ, а не в МИФИ, а в культуре МИФИ, на Каширке и я помню, что даже перекрывали движение. Такой человек легенда. И вот Леонид Иванович Рудаков, его младший брат, наш научный руководитель, талантливый высший физик, теоретик, наш учитель. И, пользуясь случаем, 3 мая ему исполнилось 90 лет. Сейчас он живет в Америке и пользуется там большим авторитетом, несмотря на свой возраст. Я сказал так, что когда уже в 2004-05-м, я не помню наш эксперимент идейно зашел в тупик по лженауке, то я как-то по старой привычке решил, что все-таки очень полезно будет обсудить это с Леонид Ивановичем. Позвонил ему в Америке, Игорь, гляньте в Америке. Вот в Португалии конференция будет летом. Давайте вы приедете, я приеду и поговорим. Хочу с вами обсудить. Он что-то мялся, 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 а потом говорит, знаешь, Лёнь, я не выездным. Вот тут я рассмеялся. Он был не выездным из Советского Союза, приехал в свободную страну Америку и стал не выездным там, потому что после теракта 2002 года был составлен список 100 самых значимых для Америки ученых, он попал в этот список и перестал выпускать, не смог уже выезжать по меру. Ну, вот я еще буду говорить о его способностях теоретических и высоких человеческих качествах. Но я многом от него научился. Я научился быстро делать разные оценки физические. Вот это была школа Рудакова. Много теоретиков, но мы экспериментаторы старались. Между собой мы его называли, называем учитель. Я хочу свидетельствовать свое глубокое ему почтение. Очень жаль, что так сложилось. В силу разных причин я не буду себя осознать. так я все-таки двигаюсь все-таки очерк не совсем докладный, но реальный, а все-таки физический. Итак, следующий этап начался, поэтому я начал. Случилась следующая интересная вещь. Когда строители закрыли реактор, строение получило название саркофаг у конъект укрытия, неважно, кто как называл, то сверху был уложен трубный накат со следующими словами. трубы, конечно, сильно металлические не задержат, крыша легкая, пусть подсвечивает и на этом все. Но когда они накрыли крышу, то фон на промплощадке вырос три раза. Они насыпали там шесть метров этого щебня, и ничего не помогало. И он позвонил своему брату и попросил его найти объяснение этому странному факту. Вы знаете, первый раз Леонид Иванович с моими коллегами, я уж не помню, то ли я в шестерке лежал, то ли почему-то я не мог поехать, и он поехал туда сам с экспериментаторами, взяли прибор. К тому времени мы уже сделали такой прибор, я извлек уроки из Чернобыля, что надо переходить от этого гамма-визора к сенсулятору ФЭУ, а еще лучше фотодиоду, потому что мы были заинтересованы, детектор должен занимать как можно меньше объем, чтобы как можно меньше вокруг свинца крупить. Но к тому времени первое время это не удавалось сделать. Мы только начали работать над детектором под названием сенсулятор фотодиод, еще остается год или два до того, как мы его сделаем. Было непросто, потому что не было хороших фотодиодов. Сделали на пальце ОМФЭУ, небольшой есть такой пальчик ОМФЭУ, минимального размера, диаметра 10 мм, сенсулятор, клематор, защита вокруг. И они поехали и рядом с этим объектом укрытия очень быстро обнаружили, сканируя этим прибором, они увидели, что все кванты падают сверху. Значит, что произошло? Уже к тому времени где-то порядка средней энергии квалмы кванта была 700-800 ХЭП, значит, пробег в воздухе такого кванта составлял порядка 70-80 метров, значит, средний квант пролетал 70 метров, потом претерпевал Комптонская Россия и на электронах, и, соответственно, в 4П, грубо говоря, будем говорить тогда, там есть диаграмма направленности, но в 4П, и часть из них падала вниз. Но угол телесный был достаточно большим, они 70 метров взлетали над реактором. Когда они положили трубный накат, то это железо. Это очень Z-фотоэффект, оно в пятой степени, поэтому железо, оно слабо поглощает, оно в основном рассеивает. То есть кванты уже успевали одно или два рассеяния, они сильно краснели, теперь они уже не поднимались на 70 метров, они поднимались гораздо ниже. Я уже не помню этих расчетов, ну метров там 15-20, ну и телесный угол увеличился, и они падали дождем вниз. Именно поэтому выросла мощность дозы, и было совершенно бесполезно чистить площадку, чего-то насыпать, источник, лежащий внутри укрытия, мы брать не могли. это была первая такая практическая работа, которую была выполнена Леонид Иванович человек творческий, он сразу в это дело вцепился, сказал, вот, а теперь нам надо для расчетов измерить полный поток гамма-квантов, которые выходят из объекта укрытия. теоретики, они же такие люди, вот так все, а вот нам, экспериментаторам, это пришлось реализовывать. Я вам расскажу, что это было достаточно тяжело. Ну, вот, я просто не знаю, кто это, я взял фотографию из интернета, вот, саркофаг укрытия представляет собой вот такой здоровущий мавзолей, вот была такая кабиночка, которая называлась батискап, не знаю, сколько она весила, ну, ее крюком цепляли, такой, как называли строители, 25 тонн, и с этим крюком они таскали его, внизу могли перемещаться вдоль всей крыши, на этом, но внизу было сделано отверстие, в которое можно было поставить вот этот прибор, который мы назвали гамма-локатором, и потихонечку перемещаясь на этом кране от точки к точке снимать количество гамма-кланк, которое оттуда выходит. это была очень тяжелая работа, сидеть в этом, это было зимой, декабрь, холод, наверху висишь на этом тросу, связь только по рации, и машинист тебя не видит, раньше там была камера, видео, которое на стреле стояло под действием радиации, она уже давно умерла, и связь только по рации, то прорывалась, то не прорывалась, в общем, честно скажу, мы, конечно, эту работу сделали, но это было удовольствие неисприятное, мы все-таки сняли этот поток полностью, он положил Рудаков это все в основу расчетов, важно это было вот по какой причине, в то время уже было принято углевое решение партии правительства о том, что надо запустить третий блок, третий блок расположен рядом с четвертым, с аварийным, и естественно, что там на третьем блоке была очень достаточно непростая дозиметрическая обстановка. И речь шла о третьем маршзале, о маршзале третьего блока, который был отделен на четвертом, но стеной, но тем не менее мощность дозы, честно, я уже не помню, она была неприемлема для эксплуатации третьего блока, запускать его надо было, тогда решения правительства и партии выполнялись ухоснительно. Строители мыли, мыли этот блок, мыли три раза в день непрерывно с этими несчастные партизаны, с этими тряпками, швабрами, они все время мощность дозы не падала. И возник вопрос, а что надо сделать, чтобы мощность дозы, что является источником, откуда доза берется, внутри все чисто, а доза есть. Вопрос через крышу, как убрать. И вот здесь Леонид Иванович поставил расчеты, поставил подружек всех своих теоретиков. мы уже измерили эквивалентную эффективную активность, эффективный поток, то есть мы мерили не просто, а вот тупо нету, нам надо было еще определить жесткость излучения, поэтому измерение проводилось одно с фильтром, другое без фильтра, со сменным коллиматором, с разными влами, то есть это была такая тяжелая, нудная работа, но необходимая. и по-моему даже мы ее полностью не выполнили, уже нас отозвали, мы недели две там провисели, следующая приехала команда, доделали работу, заложили в расчет и получилась достаточно удивительная картина, что что не делай, мощность дозы на полу третьего блока изменить нельзя. Потом мы провели измерения в самом вашем зале третьего эпоха, уже мы немножечко поумнее стали, у нас был каллимирный доземец на поворотном устройстве, была шкала, была шкала в другом, вертикальная, мы уже туда транспортировали, мы уже знали углы, мы уже знали фитовый и тетовый угол, мы уже мерили на гамоспектрометре, то есть мы уже как бы росли, двигались, но еще были далеки от понимания вообще чего происходит. Диаграмма показала, что есть три источника, потом выяснили, что это, потом, в результате выяснилось, что три источника это, собственно говоря, крыша самого третьего маршзала, она запачкана, ее просто сняли и другую постелили, с этим источником было легко разобраться. следующий источник это была крыша четвертого маршзала и труба, так примерно по третий все было, а третий источник это был саму объект укрытия, который переизлучал этот удар. Вывод был очень важный, поскольку все это было задействовано на правительственную комиссию, на правительство, то, конечно, была разборка, я немножечко окунусь в политику внутреннего пустота того времени. Самым большим отделением в институте было отделение ядерных реакций, в Ярках она называлась, где были сосредоточены все специалисты по ядерному раку. Мы относились к отделению физикой плазмы, было отделение ядерной физики четвертого тела, различные отделения и, конечно же, сотрудники отделения от Яра очень, прямо скажем, в штуки восприняли вот это вот Рудаковская, вот эти Рудаковские расчеты, Рудаковский вывод, они в штуке восприняли гамма-визор, как-то они были и потом он стал таким прибором общего пользования даже когда мы уже результат получили все прилетели, то мы на удивление еще в следующем дискуссии будет он работать или не будет, но тем более вот о такой вот тонкой вещи, как позиция в третьем машинном зале. Был устроен большой семинар, на нем выступал Рудаков, я там был в качестве слушателя, сидел на заднем ряду и просто с удовольствием наблюдал за этой картиной. Рудаков рассказывал об этих результатах, его перебивали совершенно невежливо, задавали кучу вопросов, вопросы были разные, утверждения, одни говорили, кто же этого не знает, а то видишь, что все это ерунда. Но Леонид Иванович был блестящим, он настолько быстро соображает, просто соображает в два-три раза быстрее, чем люди, которые задавали вопросы. И вот они, я не знаю, человек 60 до 70, все настроены негативно, они ничего не могли с ним сделать. Я сделал вывод, что во-первых, никогда не надо бояться быть в одиночке, во-вторых, если задача решена правильно, то все остальные гипотезы, намерения, они неверны. Надо просто дождаться, пока свой оппонент идет по этому пути, и в конце концов не придется в какой-то тупик логической противоречии. В общем, в конце концов была принята точка зрения Рудакова. Я просто наслаждался этой дискуссией, которая была очень жаркой, горячей, в конце концов стал человек, какой-то очень пожилой стал, а что нам Дуб Рудаков рассказывает? Знаете, когда мы запускали первую подводную лодку, мы сделали так, мы поставили защиту между реактором и жилой частью лодки, считая, что чего мы будем весогабарит набирать? Люди защищены, а рыбки пусть облучаются. Когда водку спустили на воду, оказалось, что все совсем не так, гамма-кванты выходили из подводной лодки, рассеялись в воде и возвращались в воду, включили реакторы в атомной лодке, то есть эти грабли уже наступали, вот что я хочу сказать, и были люди, поэтому мы сказали, ничего Рудаков нового нам не принес, но вот такая ситуация. Зачем я это рассказал? Исключительно в методических целях, когда на тех, кто занимается Леандром, начинают нападать, не надо этого бояться. Если это что-то новое, это будет всегда так. Вот здесь Рудаков рассказывал, опираясь на совершенно классические представления, и все равно всем не угодишь. Двинемся дальше. Итак, 87-й год, конец 87-го года, была организована, мы туда ездили, какие-то решали частные задачи, но с нас никто не снимал работы на объекте основном, где мы занимались экспериментами, готовили диагностику, и это было, конечно, уже тяжело. И то получалось плохо, и на это время не хватало, как это душа была там, тело здесь. в 87-м году была создана комплексная экспедиция Курчатского института, которая должна была работать в Черной. Вот я показываю фотографии, директором был назначен Игорь Николаевич Камбов. К сожалению, я не смог найти его фотографии, дома, конечно, есть фотографии Игоря, а здесь ничего нет, в интернете не смог найти, кроме одной фотографии. Вот это Легасов, а это на заднем плане Игорь Николаевич Камбов, который его сопровождает в каком-то из помещения четвертого блока. Ну, вот такой важный момент во всей этой истории, потому что мы стали уже работать там на постоянной основе периодически приезжая в Москву. Это позволило сделать нам следующий шаг, именно вот задачей третьего блока мы долго мерили, мы долго мучились, мы даже сняли кусок топлива, чтобы иметь тот же спектр, который на укрытии, мы сняли даже кусок крыши, там метр на метр, тащили его в лабораторию, стали измерять, но в этот момент случилось то, что определило в значительной степени дальнейший ход. Я вам расскажу схему своих рассуждений. Вот предположим, что у нас есть круг, который равномерно замазан активностью. Не сложно взять интеграл и посчитать, и вы получите вот такое значение, что мощность дозы в этой точке, если сюда поставить дозиметр, будет πq, где q это поверхностная плотность активности, предлагается, что она равномерна, и вот на такой обычный логарифм единица r плюс r квадрат. r на h все это в квадрате. И чисто геометрический множить возникает и, ну, давайте проверим. Если у нас h большое, то этот член становится очень маленьким. И вы можете его разорожить в ряд Тейлора, как просто r квадрат, h квадрат, тогда πr квадрат вам даст площадь круга, плотность активности это есть общая активность деленная на πr квадрат, а здесь h квадрат, то есть вы получаете закон единицы на r квадрат, и все в порядке. k гамма это зависит от жесткости. И это не сложная процедура. Дальше два шага надо сделать. Первый шаг. Я помещаю коллиматор так, чтобы угол сохранился прежний. Изменится ли мощность дозы? Нет, конечно, не изменится. Если кругом все чисто, то не изменится мощность дозы. Все квадраты, которые сюда летят, они попадают в этот самый детектор. Значит, что мне нужно сделать, чтобы не чувствовать все остальные кванты? Мне нужно сделать так, чтобы это соблюсти условия, чтобы это омега на 4 пи, умноженное на некий коэффициент защиты прохождения через вот эту, был намного больше единицы. И тогда у меня сигнал останется прежним, и будет определяться активностью. Но все равно я не знаю, как распределять активность. Можно ли заглушку, мы делали такие заглушки, и тогда мы меряем поток квантов со всех сторон, и смотрим, насколько. Если это составляет 10%, вычли это из общего сигнала 10%, вы получили значение пропорциональной плотности активности. Я забыл сказать, в чем прелесть этой формулы. Вы видите, слева стоит мощность дозы P, а здесь стоит плотность активности. То есть, если вы просто меряете мощность дозы просто дозиметров, то вы получаете мощность дозы и получаете. Но если бы тот точный источник был, то это было QNR квадрат. А если это равномерный источник, то вы получаете сигнал пропорциональной плотности активности. То есть, вы, меряя, производя это измерение, получаете сигнал пропорциональной плотности активности. Ну, а дальше все просто. Мощность дозы это величина скаляр. Поэтому сканируя таким образом по всем повещениям поверхности я могу складывая получить общую мощность дозы. Ну, если я правильно замерил. Что об этом собственно говорят, формула и говорит. Плот измеряется первым действием измеряется под каждым углом плотность активности, потом умножается на площадь, которую увидят под этим косимусом выясняется активность, делится на r квадрат и суммируется. И если я правильно все сделал, в 4 пи, то я должен получить ту самую мощность дозы расчетную, которая показывает доза. Таким образом, мы придумали методику, которая позволяла нам измерять плотность активности по всей поверхности и потом рассчитывать мощность дозы в любой точке. постарайся объяснить, почему это было важно. Вы знаете, это самый важный момент во всей этой деятельности, потому что он позволил нам взять дозовую обстановку под контроль. Раньше мы совершенно не понимали, гаммовизором ничего не было ясного, какие там лучи светят, чем определяется мощность дозы, откуда светит. то есть постановка задачи, которые мы оказали все не готовы. Никто не мог предположить, что может произойти такая ситуация, когда и не было этих методов. Они рождались в такой обстановке, но они шли от задачи. Задачи, которые спрашивали, а что нам нужно сделать, чтобы изменилась дозовая обстановка лучше? Какие мероприятия провести? Что-то закрыть, что-то почистить? Вот были вопросы, которые нам ставили, а мы на них ответить не могли. И переломным моментом, когда все это придумали, уже компьютеры появились, и можно было все это рассчитать, но как-то это надо было донести до строителей, рассказывая, что мы теперь можем все, но строительный народ недоверчивый, они к этим ученым не скажут, хорошо, у нас есть помещение, номер 28, там нам проводить, но все равно она великатная. последние несколько фраз повтори, потому что было падение какой-то в пути, повтори три-четыре последние фразы про строителей. Значит, помещение номер 388 очень неудобное, 25 метров высотой, 8 метров длины, ну такой пенал с очень высокими стенками. Строителям нужно было укреплять тамбалку, мощность дозы на полу была где-то порядка рентгена, но это много, уже в 88 году аварийная доза была уже не 25 рентген, а гораздо ниже. И им нужно было понять, что им нужно сделать, чтобы там могли работать монтажники, сварщики и так далее, которые готовились отвечать. И они сказали, ну если вы такие умные ребята, отработайте там и скажите, что нам делать. Ну вот мы пришли в это помещение, конечно, наш тогдашний прибор был гораздо скромнее, это уже потом то, что мы делали и продавали, он не был автоматизирован, он был ручной, была размечена это транспортир проделан, но это не важно, это все неважно, важно, что он давал возможность измерять потоки в разных телесных углах, геометра известна, мы намерили, что вот здесь вся активность сосредоточена в этом углу и что там, когда они туда будут лезть, то там мощность дозы будет порядка 200 рентгенов. Что делать? Пусть они решают сами, мы можем все промоделировать. В чем прелесть этой методики? На компьютере можно было сказать, вот тут обшиваемся свинцевыми листами 4 миллиметра, 8 миллиметра, мы могли сразу посчитать, сказать, в каком падении мощности дозы это приведет. Но это было впереди, а вот первое нам нужно было пройти проверку. 25 метров высотой строители придумали страшно оригинальный способ для дезиметрии собственной строительной. Они надули шарики гелием, привязали к ним ТЛД и такую гирлянду повесили, вечером повесили, с утра сняли, отстреляли и с удивлением сказали, я уже не помню, то ли у нас было 180, у них 200, то ли у нас 200 рентген, у них 180, но мы попали в десятку. Все сошлось. И я помню, что начальник этих строителей Лев Михайлович такой, он строил Игнолинскую ГЭС, АЭС Игнолинскую, он позвал своих, позвал нас, вы так докладываете, у него данные были уже, они доложили и сошлось, он на нее это произвело такое впечатление, он сказал, первый раз вижу ученых, от которых есть какая-то польза, мне это так понравилось, первый раз, и нам сразу выдали коттедж, строитель, я отремонтирую для себя коттедж, он сказал, вон, отдай этим ребятам, они делали, делали, и мы стали барами, у нас появился собственный коттедж, в Чернобыле, в котором мы проживали это время, это был поворотный момент нашей биографии, вот дальше мы уже измерили, в четвертом зале машина убоку, дальше нам стали верить, и, конечно же, работы шли в четвертом, и мы уже контролируем всю мощность дозы, но в четвертом зале было жарко, там было 200 рентген для моделирования, и нам уже пришлось сделать автоматизированный коллиберный дозенец, потому что измерения достаточно долгие, все углы, фильтр без фильтра, заглушка без заглушки, и, конечно, это было уже очень затратно по рентгену. Ну, наверное, исторически дальше движемся к факту, это уже был 88-й год, и в этот момент комплексная экспедиция сделала очень большой шаг. Из 605-го помещения просверлились наконец реакторы. Это был очень долгий путь, потому что надо было проделать коридоры безопасные, освинцевать их, туда нужно было затащить эти бурильные станки, которые очень тяжелые, все монтажники занимались, наладить это бурение, куда девать эти отходы, то есть отработать технологию, потому что они выбуривали, как это называется, цилиндры, куда-то надо было вкладывать, все активно сохранить, надо было где-то. В общем, куча технологических проблем, которые они решали. Бурение шло в 3 смены, наша задача состояла в том, чтобы, когда они пробурятся, то произвести обследование, бурили две скважины, первая скважина планировала, что мы должны поместить диаметр 120, засунуть телекамеру и осмотреть реакцию. Почему это было важно? Потому что к 88 году мы уже все поняли. Да, опять. Опять прошел Бурин. Валя. Лень, опять плохой звук был. Последние 3-4 фразы повтори. Значит, к 88 году слышали, что просверлились в реактор? Ну, вот 3-4 фразы последние было зажевано звук. Повтори 3-4 последние фразы. Хорошо. Просверлились в реактор. Почему это было важно? Потому что к 88 году мы уже обшарили не только мы, целый научный ответ. я дальше об этом скажу. Обшарили все внизу. И где-то 20 тонн топлива, двойки все рано мы могли указать где находится. там, там, там. И считалось, что 95 процентов топлива сосредоточено в реакторе. С этим были согласны все. Это было записано в аналитической справке правительственной комиссии, а причина, что 95 процентов топлива находится, а там где-то процентов 10 есть тонн 20. И с этим были согласны все. И наша задача, когда они пробудились, была засунь, дать телекамеру, и это отдельная песня, телекамеру мы получили военную, она работала до 7000 рентген, в температуре должна была работать до 200 градусов. заказали две камеры, когда у меня глаза на лоб полезли, потому что простите, это был целый кунг военных ящиков. Это была камера морского базирования, все мониторы были с свинцом, в общем это ужасно, чисто по-военному было сделано. Тяжеленные свинцованные кабели, мы их перли в этот 605 готовились к этому хорошо, Анатолий Петрович Александров пользуясь своими связями с подводниками попросил у них перископ, который там так в углу лежал, ждал своего часа. А задача состояла в следующем, что мы должны были провести видеоосмотр топлива, а дальше нужно было его определить под критичность. Для этого сверлилась вторая сверлилась в планировал ставить нейтронный и быстрый детектор и таким способом увидеть коэффициент размножения, потом замерить кадриемое отношение и то, что принято в ядерной физике. То есть все, подчеркиваю, все были уверены, что топливо находится в реакторе. Поскольку я вам говорю, что мы уже были буржуины у нас на собственном коттедже и жили в этом коттедже. Леня, а ты можешь вот, мы же тут реакторы вообще не понимаем. Значит, реактор это некая такая вот металлическая конструкция, диаметр, наверное, метров 15, 12. Ну, 12. Она находится в помещении, в которое вы, собственно, хотите попасть со своим этим кинокамерой или там с этой... Нет, немножко не так. Вот чуть-чуть геометрию, расскажи про геометрию. Понятно. Значит, реактор устроен так. Есть реакторная зона, в которой находится топливо и графитовая кладка, а также, теплоохлаждающая, охладитель, трубки охладительные. Сверху это закрыт крышка Еленой. Она там тоже метра была, весит. Такая серьезная штука. Я могу ошибаться в цифрах, прошу слушателей меня простить. Я этой темой занимался давно, раньше все цифры были в голове, а сейчас старее. Вот. И вся эта конструкция... Елена, какого веса она примерно? Я сказал примерно тонн 200. Здорово. Просто в этот момент опять звук пропал. 200 тонн. Закрыта крышка. Она сделана из свинца или из инсталюта? Нет, конечно, не из свинца. Нет. Значит, она сделана, через нее осуществляется загрузка, разгрузка топлива. Поэтому она высотой, я уж не помню, ну, так вот, метра два, наверное, толщиной. Может, даже и побольше. Ну, я ее видел один раз, ну, не один раз, я ее видел в центральном зале, мы ходили туда, вот так метра два. Она так вот стояла наклоненная над реактором. Она... Там есть двор, так, чтобы нейтроны не выбегали. и сверху она закрыта такими металлическими пролебебедами, которые там килограмм двести каждый весит. Они высокие, я там не знаю, не помню, честно, размеры, но их там много. Вот они так, так сказать, все стоят. Как-то они называются лучше. Пусть реакторчики меня, если кто-то слышит, простит, я, так сказать, забыл все это дело. Повторить несложно. Ну, общая конструкция такая. Но вся, весь этот реактор, вот на такой кожух есть, КЖ называть, схема КЖ называется. А дальше идет толщиной 6 метров бетона. И эта конструкция вот эта 6-ти бетровая... Дальше это имеется в виду вверх? Нет, не вверх, а вшип. То есть называется леонид. Это биологическая защита. 6 метров бетона. Значит, крышка называется Елена. вот эта конструкция называется L. Леонид. Вот. Я не знаю, понятно, я объяснил или нет, наверное, надо было бы взять какой-то... Понятно, понятно. И вот это 605-е помещение расположено сверху над всей этой конструкцией. Оно сверху и сбоку. Нет, сверху, на этой же отметке примерно. Значит, реакторы, я вам скажу, реактор вверх, реактор это отметка 32 и, значит, 28 метров вниз. Собственно говоря, он очень... Все эти твеллы, он очень большой этот реактор на РПМК. Вот. По 30 метров, да. 35-я отметка, по-моему, да, ну, где-то метров на 5, так сказать, он до нулевой не достает. То есть, это такое гигантское сооружение циклопическое. По-моему, 12 метров, да. 12 метров длина, даже не будем не 28, по-моему, 12 метров длина каждой этого твелла. Они там в центральном зале до сих пор, по-моему, висят, если их уже новое государство не разобрало. Свежее топливо было как раз. Реактор готовился к стану, оно там висело с левой стороны. Помещение 605-е было расположено достаточно удаленное, но это было самое удобное. К нему был достаточно, можно сделать достаточно безопасный подход, в безопасной смысле рентген. И от него сверлиться надо, пройдя несколько помещений, а потом вот уже 6-ти метровую защиту. понятно, я объяснил. Понятно, но это наискосок вверх, да? Наискосок вниз. А, вниз наоборот, да? Наискосок вниз, совершенно нет. Вот, не вверх, работали очень, очень вредная работа, сухое, вверх. Они работали в 4 смены, по-моему, в Мельнике их, Актинист страшный. Он ими руководил, и вот они хорошие ребята я помню этот момент вечером уже ложились спать раздался телефонный звонок куба юрий владимирович звонил исполняли там что-то ведь на буровиков тамбур потеряли машину готовами уже пошла мы приехали на станцию прошли на четвертый блок ваш на каком расстоянии станции в чернобыле 12 километров то есть машина 12 километров стандартный разбиты вообще я вам скажу честно что помимо ну сейчас все герои понятно но на мой взгляд самая большая опасность это вот передвижение по этой дороге я не боялся ребят я не боялся но я очень опасался поездки на станцию объясню почему потому что ушло вот в 86 год сломается до 86 год ушло мы развернуты работа шло массовая поток бетона и вот этими они носились по этой дороге как страна получала 120 в среднем и вот то ли от того что они ведь этих рентген боялись они носились просто как плаву по этим дорогам и аварии было очень много дорога была узкая маленькая смысле своей ширины вот эти 12 километров кровью полито потому что никто не предполагал что по ним может возникнет ситуация который пойдет такой поток машины все работники станции жили в городе припяти это была такая обочина и вдруг сложились обстоятельства так что там пошел поток и конечно же вот эти 12 километров это особенная песня но надо отдать должное что если машина ломалась у кого-то колесо там еще чего-то первая же машина астана собирали увозить потом уже приходили тех помощи оттаскивала машину на что человеческое оставало вот взаимовыручка но ладно мы отвлеклись мы приехали на этот блок уже они скрутили как он называется перископ привязали лампочку фонарик с проводами запутались ну и в конце концов мы ее туда засунули этот перископ и о чудо реактор пусть то есть реактор пусть настолько краска вот что было удивительно белая краска и из под этой краски проглядывал неприличное слово вот когда монтажники варили корпус реактора то для того чтобы состыковать обещание они вот что там надо что-то померить ну они и померят они что пробурились прямо внутрь реактора через стенку реактора через бетонную стенку это 6 метров тяжелого бетона бурили там несколько месяцев а я имею ввиду металлическую конструкцию а она легкая то есть они ее пробурили и потеряли бур собственно говоря паника принялся они бур потеряли вот потом они вытащили все это мы приехали засунули перископ потеряли потому что уже в дырку в полость попали да вот но все это рассчитывали что там топлива мы готовились телекамеры датчики понимают пустота я помню что я позвонил юра ты не поверишь так помолчал немного экспедиция получила я вообще спросил вы что баре опять неустойчиво да опять неустойчиво повтори последние три фраза я его спросил горяду москву то кто будет москву радует ты и я но так сказать ты знаешь у нас есть люди которые и доложат и заложат не рыпайся езжайте спокойно спать уже ничего и справить я значит вот говорю что знаете что меня поразило чисто эмоционально сохранилась белая краска пожар который там еще чего-то да вот юго-западный юго-западный квадрант был закопчен а так вот это поразило белизная краска кругом разоруха какие-то концы торчат краска как была белая так и осталось куда делась топлива как это все вылетело а куда цирконий девался я тебя могу точно так же спросить а куда цирконий девался ну ты то есть скажи что и непонятно куда цирконий девался ничего не было непонятно вообще все эти годы в чернобыле было непонятно ничего вот ну остальные делали вид что понимаем это ничего значит итак значит объясняю пикантной ситуации восемьдесят восьмой год реактор находится в магатэ под полным контролем мы доложили правительству доложили все реактор находится в топливе топливо находится в реакторе все под контролем вдруг выясняется такая маленькая пикантная подробность что реактор пусто мы не можем сказать а где топ конечно конечно все это стал всем очень неудобно что делать дальше как как на это реагировать ну вы можете мне не поверить дальше я перехожу был такой человек константин чечер сталкер про него много очень написано кости он действительно по моему больше чем кости набрать было нельзя он обследовал каждый 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 кусочек блок он поставил целью своей жизни докопаться до причин конечно же они работали в научном отделе мы были в инженерном отделе под кобой потому что научном отделе мы не прижились и ребята кости вот там можно сказать там разные так сказать ну вот он был очень честным человеком он мог ошибаться но он это ошибался искренне и честно он никогда не лукавил поэтому первые так сказать статьи которые появились до 91 года было секретно все публикации пошли 92 96 2002 никто не хотел сказать что это все за секрет никому нельзя было говорить но когда кончился Советский Союз то народ начал задавать вопросы вот потому что краска сохранилась вот Пазухин с Бураковым задались вопросом это ребята из радиоинститута они работали в научном отделе плавилось ли топливо четвертого блока Чернобыльской АЭС да эти статьи не выходили академически ну радиохимия Чечеров Саше Киселевым опубликовали после аварийной обследования реакторов четвертого блока АЭС они сказали что господа ну реактор тот шинтрук они опубликовали статью как много топлива осталось видите все так ничего там не осталось это все видят теперь вопрос куда делась ну там были всякие кучи слоновья нога экзотические названия то есть вот то что называется корм переплавлены топлива цирконии там песок бетон еще вот эта вся куча она потихонечку сползла вниз и конечно уже если раньше 86 если раньше в 86 году чтобы отобрать пробу с этой слоновей ноги посмотреть сколько там топлива это была такая крепкая керамика а там просто скала отобрать но стреляли из автомата чтобы хоть немножко выбить из нее это было действительно в этом в паркай барбатер они просто из автомата стреляли чтобы кусочек отсепить то уже там к 90 году это была вполне такая она как-то деформировалась эта масса уже можно было от нее взять не сложно было взять пробу не сложно было все было обследование оценили объем процент содержание уранов от 3 до 7 двойки сирана вот собственно вот эти которые я здесь привел они посвящены тому что очень мало ну надо было конечно же как-то научной общественности объяснить то что наукообразие было много все это так сказать было и было и есть опубликовано ну и утверждается что все топливо на значит вот и константин чечеров уже по моему где-то незадолго перед смертью он в десятом году пришел на передачу караул Андреев караул я не помню в каком это году было и можно найти Костя говорит вы знаете Андрей Викторович мы не можем определить не можем указать где находится 80 процентов топлива 150 тонн топлива караул взмахивая своими руками ну Костя ну вы понимаете что вы говорите вот я бы другому не поверил а знаю вас знаю вашу честность принципиальность я не могу не верить но это же вы говорите а на завтра все и все разнесут это ж такое будет как он ошибался уже всем давно абсолютно все равно все забыли закрыли эту тему караул как он это любит разводил руками очень хороший журналист вот но это было ошибочно никого это уже не интересовало поэтому вот такой вот факт я вам предлагаю это действительно так вот ссылки статьи ну людей которые не подвержены политическому давлению хотя конечно Костя говорили что Костя это не надо делать вот я вам рассказал как я это наблюдал глазами как мы готовились критичность топлива как топливо просто часа мне осталось еще на полчаса дать я быстро пойду ну уже как бы мы сделали такой детектор в виде шара измерили поверхностную плотность активности это уже имеет чисто такое научное а вот эту фотографию я поставил для того чтобы показать вот Юрий Кова это Дима Филиппов молодой Волков и ваш покорный слуга это разбор полетов мы это понимали что топлива нет и вопрос стоял ну а что дальше делать куда делать разбор полетов что делаем дальше ну все говорили вот в центральном зале уже центральный зал четвертого блока девяносто шестой год это уже вот такой был сделан кальмирный дозиметр слаза полномером полностью автоматизированный стиль камеры вообще вот он стоит полностью автоматизируем мы уже там сидим где-то далеко оставили гамма-визор я вам показывал во что это было лень опять очень плохо слышно вот смотри у тебя я тебе вопрос задаю лень секундочку лень очень плохо слышно может быть у тебя в твоем помещении откуда ты вай фай получаешь может быть кто-то включил телевизор смотрит или что-то вот это надо выключить все у меня никто телевизор не смотрит я живу один поэтому все хорошо я вообще его не включаю так я не знаю насколько это интересно слушать или может я как-то быстро или давай уже быстро потому что почему-то качество звука очень сильно упало хорошо тогда вот первая задача это был гамма-визор вторая задача это был коллимированный детектор и пока так сказать вот в начале 90-х возникла средний следующая задача это было измерение запаса цезия по населенным пунктам ее сформулировали может видеокамеру отключить вот так пакет или нужно нет проблем смотри тут люди советуют может быть ты у себя на экране этого на экране а вот отключил молодец именно это предлагали люди да возникла задача если раньше поиск ярких источников взять дозовые ситуации под контроль с которой мы справились и научились все это моделировать и помогать строителям то возникла третья задача это начало 90-х 90-е годы безудержный наш демократический парламент и заложил такие требования по плотности активности сгорячата что вообще сначала просто ну как всегда они считали что чем ниже они заложат тем больше они заложили заложили такие требования я цифры не помню но это было ниже фона и сколько мы им не говорили несколько раз ездили и невозможно сделать естественный фон загрязненность и цезия и что мы не можем такие приборы сделать но в конце концов как они немножко сдвинулись но все равно задача стала задача стала измерение больших площадей населенных пунктов значит это была такая шкурная задача потому что одни населенные пункты надо было отселять других населенных пунктов платить компенсацию ну и со всеми отсюда выпекающих у нас попала Брянская область заметно район Новозыпково Белоруссия очень сильно попала Украина кстати попала очень мало только вот то что по дороге в Белоруссии где мы обнаружили стрелы ну важно другое что задача кардинальным образом изменилась если раньше для нас была проблема высокая она нам мешала то сейчас проблема изменилась и нам нужно было мерить активность на уровне фон значит граница отселения была 40 кюри на квадратный километр по запасу по запасу цезия 137 как делалось приезжал гидромет брал пробу отвозил несколько проб в населенном пункте и по результатам этих проб принимались решения нам было сделать методику которая позволяла это делать оперативно и очень дешево потому что нужно было сделать тысячи десятки тысяч измерений и вот были ситуации уже забегу вперед когда очень странно вот населенный пункт разделен оврагом на половину населенного пункта там и было такое рядом с зоной половина населенного пункта 100 кюрин квадратных километров а за оврагом порядка 0,1 или так кюрин сто раз или там во много раз меньше оказалось что вот прошел дождь вот он дождь пролился так что тут был дождь а тут не было дождя вот вместе с дождем все здесь ну поэтому мы обнаруживали под сливами ну идея тоже очень очень показатель ну как бы вот в методическом смысле очень интересно так создание методики оперативного запаса то есть что значит запас не поверхностную активность надо замерить а и заглубленную тоже ну датчик достаточно этого используется вот коллиматор тут торчит фео значит ясно что он смотрит сюда меряет дает сигнал пропорциональной активности пропорциональной так сказать туда смотрит теперь вопрос как трактовать как трактовать измерение быстрое как вычесть фон ну вы прекрасно понимали прибор был на ноги вверх задирался и он смотрел в небо в небе активности значит все что он мерил это есть вот то что проходит через защиту потому что он должен быть переносной большую защиту делать было нельзя но вопрос стоял о запасе и вот здесь была некая так сказать неожиданность которую я постараюсь объяснить физически вот так вот выглядит спектр цезиевый спектр на спектрометре вот 0,7 это фотопик вот контоновская часть если вы меряете распределенный источник вот так должен выглядеть любой спектр 156 канально там землю чернобыль мы вдруг обнаружили что мы вдруг Валера да 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 мы вдруг обнаружили что есть область в которой вне зависимости от заглубления перекапывает сигнал здесь так первое это не заглубленное дальше заглубленное на пол так сказать длины свободного на две фотопик падает все как положено по науке а вот тут в этой области не падает все время падает и дальше начались расчеты почему так происходит оказалась очень удивительная вещь по физике значит смотрите те кванты которые летят из земли они землей не поглощаются в этом информация всегда выходит потому что а после того как он столкнулся протерял компенское рассеяние этот квант уже не попадает в коллиматор он улетел теперь тот квант который попал в коллиматор он попадает с инциллятор там регистрируется опять же за счет компоновского россии поэтому получилась удивительная штука да квантов фотопики становится меньше действительно и в этом смысле эта часть должна была проседать потому что меньше фотопик меньше хвост но увеличивается количество рассеян гамма-квантов и получается одно компенсирует другое значит были проведены расчеты этим занимался зависимость вот здесь заглубление первое длина пробега 3 длины пробега для конкретного синциллятора метода вот это непрерывная кривая это то что рассчитано а это вот экспериментальные точки которые мы верили Саша Говорон Игнатов Сережа вот здесь заглубление первое это равномерное второе треугольное третье экспоненциальное самый плохой случай четвертый четвертый случай это когда у вас источник заглублен нет никакого распределения лист источник заглублен на совсем на 5 сантиметров на 8 сантиметров вот тогда самая большая ошибка но все равно ошибка порядка 20 процентов для дозиметрии 20 процентов это хорошая ошибка эти материалы да были около припяти гидрометом сделаны калибровочные площадки мы прошли этот путь то есть мы работали на этих калибровочных площадок и все совпало с данными гидромет и гидромет эту методику осветил то есть он придал ей официальный статус это было важно потому что речь шла о денежных выплатах речь шла о материальной компенсации и методика должна была иметь статус ну вот это все прошли а теперь кто-то из моих я уже не помню то ли говорю кто-то рассказывал на конференции о том что вот мы научились мерить запасы сессии так и так на этой конференции был Спартак Тимофеевич Билея который встал сказал все это лженаука этого быть не может ну ребята приехали мне пожаловались я поехал к Спартаку выяснять отношения очень просто господа Тимофеевич поехали я вам покажу что привез его себе в кабинет у нас был такой плоский источник который был 15 сделан не в 3 15 кюри на квадратный километр эквивалент то есть это была промокашка на которой второй метр на метр релиз промокашки которые они прокапали цезием и он был в полиэтилене так сделан чтобы не пачкались руки вот запаян полиэтилен я вот привязываю этот укрепляю лист на стене ставлю вот этот прибор который мы тогда уже разрабатывали назвали карат он показывает направление он показывает 15 кюри на квадратный километр и вы видите вот к нему паспорт видите прибор отлично теперь отношу за стенку за кирпичную своего же этого прям коридор прикрепляю его там изолятор и господа включает он включает кнопку нажимает прибор накапливает и дает 14,8 кюри на квадратный километр он говорит этого не может быть почему не может быть он сам это еще раз несколько процедур проверил теоретически люди доверчивые в чем дело просто потому что кирпич маленькая зен и объяснил ему логику да у вас кванты не пропадают они краснеют поглощается квантов очень мало их основное это рассеяние а если информация сохраняется то ее можно можно собрать ну и стали работать у нас экспедиции вот создавать такие карты десятки тысяч измерений экспедиции работали здесь и у нас и потом в Челябинск перебрались мы выпустили вот такой прибор переносной анализатор это первый раз я взялся вообще дважды брался не за свое дело первый раз вот за выпуск этого спектроанализатора мы выпустили 200 штук и второй раз за выпуск Дебройля вот и то и другое я сделал но это мне не свойственно ну вот по крайней мере вот так выглядел прибор он лет 10 оставался лучшим в своем классе потому что мы его сделали конечно на импортно комплектующий в разваливающейся в разваливающейся стране это Россия 90-х мы как-то умудряли все это покупать нам повезло мы продали гамма-визор герцем и на валюту закупили процессор и даже он тогда уже обладал возможность уступниковой привязки вот ну давайте все-таки все вот единственное что я хотел бы сделать уж меня извините аж мемориальное вот видите я сейчас конечно мы много опубликовали статьи там начиная вот они все 90-е 90-е годы 91-е и так далее когда разрешили публиковать и вот ребята которые здесь все с автором те которые унесли я вот пользуясь случаем хотел во-первых о ныне здравствующих подчеркнуть их роль это не была работа только одного человека это был коллективный труд большого числа специалистов физиков электронщиков это был большой большой так сказать коллектив я хотел бы всем вам сказать что Чеснокову Александрову Волкову Викторову Волковичу Анатолью Смирнову Сергею Степанову Славу Филиппу Удиву Тюрину Сашу Лобановскому Потапу Черневка Андреев ребята будьте здоровы живите долго и помянуть ушедших по разным причинам Володя Алексонов физик от Бога был Страшко Пал Фомич наши руки золотые были человек который прошел войну на танке проехал от границы до Москвы и назад и когда я в шутку ему сказал Пал Фомич он механиком сказал Пал Фомич ну что на традиционную войну поехать когда выезжает Камбалов Игорь Коба Юра Шевченко Володя Закатов Говорился Володя 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 я перечислил бюрократические технические трудности ребята все преодолели ну вот давайте мы на этом завершим потому что я говорю два часа я устал выслушать вот дальше начинается этап уже собственно говоря ближе потому что вы все хотели слышать землетрясения непонятные свидетельства да давайте отнесем осень или как хотите что скажет ведущий да значит тебя совсем стало плохо слышно да давай на этом твое выступление заканчивается ты говорил два часа семнадцать минут вот ну на семнадцать минут больше чем договаривались ну аудитория немного поредела но тем не менее самые стойкие остались и отнесем у тебя там самое вкусное ты оставил конечно наконец и ничего о самом вкусном еще не рассказал расскажешь осенью я надеюсь мы доживем теперь друзья я надеюсь меня слышат пожалуйста поднимите руки те кто хочет задать вопросы ну вот Чибисов Виктор пожалуйста ваш вопрос пока всего один вопрос но может быть кто-то подумает еще поднимет руки Виктор пожалуйста ваш вопрос у меня маленький вопрос проверялось менялась ли не менялась магнитное поле в районе аварийного реактора отвечаю просто не измерялось ну вот ответ получен а вопрос очень интересный потому что потому что потому что я подоплеку я думаю я чувствую дело в том что если это магнитные монополии а на мой взгляд это обычные диполи но тоже магнитные вот они должны были бы там изменить магнитное поле жалко что оно не мерилось это было бы супер интересно 10 лет еще было до гипотезы магнитных монополий было еще 10 лет ну да а до эпохи темного водорода который является обычным магнитным диполем еще там 20 лет надо добавить спасибо Виктору классный вопрос извините извините я все-таки имел ввиду не магнитные монополии моя подоплека значит была другая вот но она такая немножко фантастическая может быть но вот не было ли каких-то намеков на образование нейтронного вещества ну то есть ядер состоящих чисто из нейтронов вы знаете я даже не знаю да просто я рассказал мы занимались созданием новых методов дозиметрии но все-таки вот все-таки произошла некоторая реакция да вот она была все-таки нейтронной как Виктор вы задали вопрос вы выступите чуть попозже значит Виктор я ему все равно Виктор вы понимаете вот я не удивился что Лень тебя практически не слышно я свято верю в официальную версию Аваня все нормально Лень тебя практически не слышно у вас там видимо вай-фай настолько упал вот раздача интернета настолько упал вот мы это уже вечер народ там телевизор стал включать и почти ничего не слышно вот из твоего из твоего ответа но ответ был не измерялось а остальное уже комментарии Филипп Иванович Филипп пожалуйста твой вопрос ваш вопрос хотел бы узнать все-таки какие-то идеи куда топливо делось есть или нет я вот слушал доклад письменного по поводу этой вот катастрофы он утверждал что вроде много чего размазалось по трубе поэтому расстояние очень далек далеко фонила на больших расстояниях ну и какие-то в итоге решения этой проблемы у вас получились или так это и осталось загадкой можно отвечать конечно сразу отвечает Филипп письменный действительно был в Чернобыле но все-таки он больше лазерщик поэтому я такую сакраментальную вещь скажу что уран а топливом является ураном он практически не светит светят только продукты деления это есть разные вещи поэтому конечно да там где больше топлива там больше оскол но еще раз повторяю мы искали уран да мы искали его по радиоактивности по выделяемому теплу но сам уран вот если вы берете свежий твел он совсем не светит поэтому как можно размазать по трубе 150 тонн урана я не очень понимаю да труба светила но это была цезивая и все это был чисто цезивый есть активность а есть топливо это разные вещи я ответил нет не ответил дело в том что когда у тебя взрыв происходит то летит все и если уран размазан то он все равно будет у тебя радиоактивен так или иначе цезий там не цезий все равно идет процесс ну филип филип это уже комментарии вот филипп и иначе ну короче я спросил есть у вас соображение куда уран делся ты так и не ответил нет соображения нет ну и все вот и так бы и ответил так загадкой осталось лучше для тебя хорошо осталась загадка я для филипп сможет прокомментировать я ему сообщу что дело в том что вот в сегодняшнем докладе мы услышали что внутренняя поверхность реактора практически не испытала каких-то тепловых воздействий и деформация что самое удивительное вот поэтому вот эти все рассуждения там о том что произошел взрыв при котором тепла много бы должно выделиться вот это все остается под сомнением спасибо филиппу за вопрос так теперь юр куриленков пожалуйста ваш вопрос ну фактически у меня был вопрос который задал филипп но я тем не менее хотел леонида спросить лень все таки вот скажи дилетантом у тебя полная информация потому по той информации которая была собрана насколько где разлетелось что нашли в швеции еще там так далее так далее какие вообще разумные гипотезы остаются на предмет исчезновения топлива так сказать вот все ушло куда-то вообще космос вот какие-то гипотезы есть и к чему и второй вопрос уже такой более к чему ты с учетом своей интуиции опыта и вообще экспериментатор чувствует что то что он не может объяснить к чему ты лично склоняешься зашло не бойся я знаю твои позиции какие-то но тем не менее это было бы крайне интересно услышать спасибо спасибо за вопрос я ничего не понимаю поэтому отвечу тебе так по поводу разлетелся по поводу разлетока механических уран уран а так это микро частицы которые ну конечно могли какое-то количество вылететь учтено были взяты пробы проинтегрировано все я не зря говорю о том что мы знали где расположены там 20 тонн урана это все было что понятно да да это конечно уран не может долететь до швеции это может долететь ток теперь что касается куда же делся уран то первая версия была выдана в ту же ночь как было это обнаружено бурильщиком начальником смены который сказал что тут долго думали уран своровали а реактор сказал коллега есть одно противоречие если уран своровали то что рванули вот поэтому ну вот на этом уровне все и осталось да юр юр пуриленков ответ получен ты повторила вопрос филиппу по сути дела он же ведь и сказал филиппу что у него у него у леонида ирбековича у него теории на эту тему нет но теории нет но интуиции что подсказывает леонид нет ну а ты из него выдавливаешь он ответил юр давай на этот на этот момент я хочу у него нет теории давайте вот следующий вопрос геннадий не будем из него выдавливать масло масло не будем я что хотел сказать а здесь сейсмограмма что там была землетрясение еще что-либо или у вас геннадий геннадий подождите геннадий геннадий подождите пожалуйста юр спасибо тебе за вопрос геннадий тарасенко пожалуйста ваш вопрос я говорю сейсмограмма где у них показать было землетрясение или нет или что покажу тетя сказала я покажу сейсмограмму я хотел и в этот раз моему глубокому удалению удивлению эту статью а две статьи их просто слайд значит речь идет о двух статьях страхова это собственно говоря тот кто возглавлял институт физики земли вот тут четыре академика было страхов старостенко собственно говоря бумага пришла из союза безопасности и вторая статья значит одна девяносто седьмого года вторая статья двухтысячного года в одном и том же где представлены я вот это следующий я понимаю что тебя заинтересовал это вот следующий как бы я вот до этого дошел и сдулся следующий этап то есть вот я рассказал все что мы сделали до грубо говоря девяносто шестого года а в девяносто шестом году наступил новый этап связанный вот с этим землетрясением и он перевернул в моей голове все это в сентябре расскажу геннадий это это об этом сегодня речи не шло он до этого не успел дойти это будет в сентябре месяце этого года геннадий спасибо за вопрос который прояснил организацию вот наших вот этих слушаний свинков геннадий константинович ваш вопрос пожалуйста линдер бекович у меня такой вопрос а под реактора не могло утечь расплавленное топливо можно ответить да да мы там все облазили просто все и все что туда утекло все вот эти массы плавовые массы отсюда были отобраны пробы проанализированы оценен объем все измерено в пробах от трех до семи максимум отдельных до десяти процентов ура его вопрос относится к помещениям которые под реактором я под реактором и говорю в под реакторное помещение я входил сам и это могу рассказать но это ужасная история Костя там был под реакторное помещение немножечко графита опрокинутная кладка гигантское количество рентген меня просто простите вырвало после этого подхода но мы я честно мы это отсняли на видеокамеру документировали все о чем я говорю все документировано в том или ином виде то есть везде есть съемки если мы обследовали помещение то мы ставили число видеосъемку подписи номер пробы понимаете как вам сказать там же люди есть люди они меняются и там было все очень по-взрослому чтобы не попасть под прокурора надо было делать все очень аккуратно и мы делали все очень аккуратно уран вот я вопрос геннадия савенкова могу как бы еще добавить вот может быть я помню прекрасно статью велихова где-то я видел какую-то статью в те годы где он очень ратовал за то чтобы надо снизу бы бетонную плиту воздвигать потому что уран видимо куда-то провалился и проваливается дальше и дальше в землю и не дай бог он воду заразит вот я помню я помню эту статью я был конечно было это был популизм как все что связано с велик он не прошел так сказать он немножко пролилось через пары сбросные так сказать клапана через эти трубы из пары распределительного коридора в бассейн барапортеры и растеклось по второму этажу а бедные так сказать бедные метростроевцы которые рыли под реактором в самое так сказать плохое время вот эти так сказать глупости этот китайский синдром они потом умерли вот Белихов ничего кроме сумятицы не внес ничего кроме сумятицы я не знаю как бы кто-то из нас здесь сейчас с задним умом все так сказать сильны но кто бы как действовал в этой ситуации но кроме сумятицы объективно толку от Велихова было никакой Геннадий вам понятен ответ мне понятен у меня еще один вопрос все таки к какой версии причин аварии вы склоняетесь к сентябре Геннадий Иванович в сентябре хорошо я привык рассказывать опираясь на статьи графики формулы понимаете я должен это подробно все объяснить я сказал что я не могу за один вот это был после аварии такой мемориальный получился я просто хотел показать что любое новое дело всегда пробивается через трудности понимаете да помимо идейных еще масса бюрократических и так далее понятно твое объяснение понятно Геннадий Константинович ну в сентябре он попробует приблизиться к какой-то идеологии какой-то теоретической версии в сентябре будет Боб Геннадий спасибо опускаю вашу руку Боб your question please but please take into account that our ability to understand your question is very poor because of that please put your question very shortly very clear and most important very shortly please put your question minimal or no heat damage inside of the reactor but uranium fuel had disappeared from reactor 4 and 3 am I correct in thinking that? once again repeat your question please once again there was not that much damage thermally to the inside of the reactor but stop please вот он значит повторяет твою фразу о том что реактор не имел тепловых разрушений continue second second sentence please but the uranium fuel had apparently disappeared from reactor 4 and 3 disappeared from reactor what 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 the uranium fuel had disappeared from reactor 4 and 3 my 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 question is I wanted to clarify there was no thermal heat like from an explosion or whatever but the fuel had gone from reactor both 4 and 3 for 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 entry we can't we can't realize your last last 2 2 2 2 words use another words for 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 the 2 reactors the fuel had disappeared 2 reactors yes yeah I can't understand I believe you 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 wanted to ask which way they use the uranium for disappearing do you do you ask for that um no perhaps perhaps I will translate the question and and I will send it to you in Russian yes yes please in chat send me your your question in chat and and we will answer on your question спасибо богу к сожалению мы не поняли до конца его вопрос Евгений пожалуйста Евгений Иванович пожалуйста Егоров спасибо вот Леонид Ербекович ваше отношение к версии Острецова Игоря Николаевича которая была озвучена на семинаре Самсоненко то есть что это чистая вододиверсия направленная на перераспределение потоков урана 235 это это вопрос Лубян но у вас есть отношение ко мне только о физическом механизме он ответил Евгений он ответил давайте конспирологию это самое не будем захватывать друзья кто-то вопросы исчерпаны за исключением вопроса Боба который пока пишет еще значит кто-то хочет выступить друзья если кто-то хочет выступить пожалуйста поднимайте руки Егоров ваше выступление пожалуйста ну хочу выразить благодарность Леониду Ирбековичу значит самая ценная информация из первых рук так сказать с горячего времени с горячей комплиментарное что-нибудь по существу можете сказать ну по существу так сказать все-таки сделан прибор который позволяет в общем-то пролить свет на многие явления которые до сего времени были так сказать за гранью исследования так сказать с нашей стороны как исследователей ну это вот чисто постижение я думаю что оно уже оценено так сказать и научное общество оно оценено потому что рекорд покупался многими странами спасибо Евгению Юра Куриленков пожалуйста выступление Лень нет у меня вопрос Лень сколько ты схватил рентген сам за все это время Юра у женщин на возрасте неправильно не принято спрашивать ну у женщин да а я у тебя спрашиваю ну будем считать что я ну хорошо ладно спасибо да Юр я могу тебе сказать что ты не единственный который этот вопрос задавал во-первых ты следи за мной пожалуйста потому что сейчас мы уже перешли к стадии обсуждений а ты опять с вопросом вот я его тоже ты не обижайся я его тоже спрашивал об этом же я кстати хочу тебе сообщить что дозы которые человек хватает измеряются не в рентгенах а в БЭРах БЭРах биологический эквивалент радиоактивности ну это в чем-то похоже на рентгены так вот он мне тоже на этот вопрос не ответил но у меня тогда очень короткое выступление Лень с учетом всего услышанного от тебя сегодня дай бог тебе здоровья спасибо да спасибо вот я друзьям возможно вы оценили когда я сказал что люди своей жизни рисковали возможно вы оценили эти слова теперь уже более основательно так спасибо Куриленкову я тогда тоже немного что-то скажу потому что более желающих выставить а нет Чибисов Виктор Виктор пожалуйста ваше выступление Леонид Ирбикович спасибо за доклад вот вы наверное знакомы с Вилозеровым ну с его работами я просто гипотезу хочу высказать да не очень может быть надежную значит по его гипотезе значит в центре земли нейтронное ядро там суть дальше в том что вот нейтроны распадаются на протоны электроны образуют водород при этом объем увеличивается ну насколько я помню там на 20 порядков так может здесь шел процесс вот такой типа как при взрыве сверхновых массовый захват электронов и сжатие материи это такая фантастика фантаст фантастика фантастика может быть из урана получился водород что ли нейтроны нейтроны я говорю из урана получился водород что ли Все протоны захватили электроны и превратились в нейтроны. Да ну что вы говорите, вы не представляете, какие давления нужны для этого. Я вот занимался нейтронными звездами, я приблизительно представляю, что это такое. И какая плотность там, 1039 что ли, или 1040 плотность электронов должна быть, чтобы они проникали в протоны. Виктор, я думаю, что это не идея нейтронного ядра, она не имеет отношения пока к нашей сегодняшней... То есть это давление белых карликов только начало, а так это нейтронные звезды должны быть. Топливо-то куда-то делось. Топливо-то в миллиарды раз больше, чем плотность Земли, в том числе и в центре ее. Филипп, спасибо за вашу помощь в этом. А вообще все-таки непонятно, зачем тогда построили саркофаг и что его ремонтировали, он вроде там протекал, еще чего. Вопросов ужасно много, давайте мы про сегодняшнее. Значит, смотрите, спасибо Чибисову за комментарий некоторый. Лень, тебе... Да, я прочитал вопрос. Да, молодец. Давай, комментируй его, пожалуйста. По-русски, потому что у него переводчик есть. Я думаю, что... У него есть переводчик, по-русски давай. Я думаю, что все-таки немножко не по теме доклада, но такая, забегая вперед, что в принципе такая возможность есть. Вот. Все-таки я хотел подчеркнуть тем, кто как-то настоящие стойки, да. Все-таки тема моей доклада не была приблизиться к пониманию Чернобыльской аварии. Тема была показать, как в мучениях рождались новые методы дозиметрии, новые методы диагностики. Еще раз подчеркиваю, в методах, эти методы рождались на плотном фундаменте тех знаний, которые есть. И все равно это проходило сложно, это проходило тяжело, драматично. Может, я не весь драматизм вас перенес. С тем, чтобы вы понимали, что те проблемы, которые возникают у нас сейчас, как у исследователей Леннард, они гораздо более серьезные, потому что мы пытаемся понять принципы. Вот даже новое на старых принципах, оно все равно идет тяжело. Что же вы хотите от, так сказать, новых попыток осмыслить новые принципы? Вот это была, как бы, такая часть, техническая часть доклада, которую я иллюстрировал различными приложениями, железками, опирался на статьи, которые опубликованы. Конечно, опубликовано было очень много, и я был, как тогда еще не был уже ученым, и был, так сказать, в моей статье радость публиковать. Все-таки, если вернуться к вопросу Боба Гринье, там у него важный момент, очень важный момент. Вот при этом событиях, которые на четвертом блоке произошло, во-первых, надо ему сказать, что только про четвертый блок, на третьем все нормально. Вот, Боб, на третьем все нормально, там все понятно, все работает, даже хотели его запустить. Не испортился и разрушился только четвертый. Нет, его запустили, не хотели, а запустили. Ну, тем более, тем более, вопрос, там был очень важный нюанс у Боба Гринье в вопросе, был ли это газодинамический процесс при взрыве, вот деформация какая-то реактора произошла или нет, вот что-то скажи на эту тему. Значит, деформация реактора не произошла, он абсолютно не деформирован, и это всех удивляло и удивляет. Все-таки крышка поднялась, и это факт, чтобы поднять такую крышку, надо создать приличное давление, считая, что она еще была привязана к реактору кучей тепловых каналов, то есть трубы, все это было герметично, и надо было сильно надуть реактор, чтобы она взлетела. Может быть, я не обратил внимания, ну, не то, что не обратил внимания, и не стал поднимать эту тему, но я вам скажу следующее, что после того, как было обнаружено, что реактор пуст, через некоторое время был пробит подход под аппаратное помещение. И первый, кто туда засудил нос, был, конечно, чечер в костях, он побывал… Аппаратное помещение расположено снизу? Снизу, да, это под аппаратом, вот, под аппаратом называется реактор, туда надо было, так сказать, тяжело, там была плохая обстановка, он после этого вечером приехал к нам, ну, зашел просто, кости рассказал, ты знаешь, Я понять не могу, видно, как стоит плита, но внизу на дне реактора валяются строительные конструкции. Одни это балки перекрытия, это было видно, а вот, что, говорит, меня больше всего удивляет, вот там кожух от стены барабан сепараторов, он, говорит, его спутать ни с чем нельзя. Он покрыт желтой краской с фиолетовыми полосками, такими сделан, специально, чтобы привлекать внимание машинистов перегрузочной машины, это такое устройство, которое должно перегружать топливо, вот эти вот длиннющие сборки с точностью там до миллиметра. То есть это удивительное устройство. Вот, чтобы водитель сидит, оператор, крановщик сидит внизу в освинцованной кабине, а кран наверху это вот перемещает. Он, говорит, специально сделан. И эта штука, говорит, оказалась там. Что ее туда заставило? Как вообще строительные конструкции могли туда попасть? Они гораздо больше, чем тот зазор, который остался. Значит, они попали тогда, когда крышки не было. Вы знаете, я эту тему отдельно, вот давайте я с этой темы, она всех интересует, тут все любители жареного. Вот эту тему я отдельно, так сказать, расскажу, потому что там действительно было много чудес. Мы бродили-то много по залу. И кто-то, так сказать, может попытается, вот Костя пытался все сложить. Как получается так, что строительные конструкции оказались внизу? Как получается так, что графитовые блоки, это видела масса народу, оказались на крыше на венитационной шахте? Как случилось, я случайно заглянул, что меня уже позже поразило, что вот этот люк, через который поднимают эти твеллы, они длинные, там есть люк такой сделан, ну, площадки с площадками, ну, что там лежат эти блоки, получается удивительно. Они могли туда попасть только тогда, когда... А сверху прикрыто бетонной плитой, упавшее перекрытие потолка. Таким образом, этот кусок графита, не кусок, а это целый блок, я обратил внимание, что это целый блок, а чтобы вы понимали, блок графита, это 50 или 40 сантиметров высоты, это здоровая штука, тяжелая. И графит достаточно хрупкий материал. Тем не менее, целые блоки валялись как наверху, так внизу, в нижние были прикрыты упавшей плитой, что вообще, и это означает, что все это происходило, когда крышки не было нырях. Вот как совместить все эти события в наших, так сказать, интуитивных представлениях, я не знаю. Ну, давайте я в сентябре вот с этого момента начну, раз он так всех интересует, и приведу вот эти факты, постараюсь документировать их, если выберусь в Москву. Вот, а потом уже перейдем к землетрясениям, разгону реактора и каким-то вот, ну, перейдем к физике, да. Вот, все хотят физики, ну, давайте к формулам, к уравнениям, ну, все как положено. Так, спасибо, значит, вот, Косырев, пожалуйста, ваш вопрос. Вернее, выступление, ваше выступление. Александр, включите микрофон. Слышали, да? Да, сейчас слышно, чем громче, пожалуйста. Одну странность, которую, наверное, Леонид Арбекович в сентябре расскажет тоже. Получается, реактор пустой, значит, топлива нет, не деформировано, теплового взрыва нет, а здание разрушилось. Вот вопрос такой на сентябрь. Это не вопрос. Ну, хорошо, молодец, свой вопрос, но у нас сейчас стадия выступления. Я понимаю, но я и сказал, что странность, это и вопрос. Александр, я сам бы хотел знать ответ на этот вопрос. Спасибо. Спасибо, спасибо, Косыреву, Чибисов. Ну, ваше, вы уже выступали, но еще раз, коротко, пожалуйста. Леонид Арбекович, вы сказали такую фразу, реактор надулся. А были ли сделаны какие-то оценки давления в этот момент взрыва? Да, конечно, до того, вопрос понятен. Я не сказал, что он надулся, я сказал, что он должен был бы быть надулся. То есть давление в аппарате должно было бы сильно вырасти, чтобы, так сказать, поднять эту крышку. Понимаете, да? Да, да. Да, давление писалось. Значит, вот, если вы внимательно посмотрите материалы официальной версии, опубликованной в Атанной Энергии за 86-й год, то вы обратите внимание на… А может, не обратите внимание. Вот очень странная вещь. Там не приведена запись роста скорости нейтронного потока. А это есть определяющее. Вот я об этом буду долго говорить в сентябре. Вот как бы нужно было бы продемонстрировать запись роста давления по времени, вы совершенно справедливо сказали, и роста нейтронного потока во времени. И еще нужно было бы привести схему того самого блока, который регулировал частоту возбуждения магнитного поля. Вот три вещи, которые необходимо было, конечно, им опубликовать, но все эти три вещи они не опубликовали. По каким причинам, не знаю. Но вот кривая разгона реактора была опубликована один раз на какой-то очередной конференции Большого Леонида Александровича и Рафа Арутиняна. Она была опубликована в материалах конференции. Это был единственный раз официальной публикации. Да, я примерно, я хорошо знаю ее ход, но от разговоров со свидетелями о варе, о чем я буду говорить в сентябре. Мы будем это обсуждать. Так, спасибо, спасибо Чибисову. Все же подраздается стадия вопросов, но, наверное, так уж такая сложная тема. Юрий Кириллович, пожалуйста, ваше выступление. Микрофон, микрофон, включить микрофон. Вот вода в первичном контуре, вот пара газовой, или, может быть, термическое разложение воды не могло явиться взрывом вот этого, который вот разнес реактор. А на куда делась вода, вот это, в первичном реакторе? Вот почему-то о воде никто не говорит. Ну, вы знаете, я сейчас ведь не рассказывал последовательность, ну, в этом докладе, по крайней мере, я не рассказывал о ходе самой аварии. Давайте перенесем это на сентябрь. Еще раз, это был вот методический, да, и, ну, как эмоциональный или мемориальный доклад. Я хотел вспомнить людей, с которыми мы работаем. Спасибо, очень интересно было слушать все равно вот это. Спасибо, спасибо. Опять был вопрос, но он тоже очень интересный, очень важный. Друзья, давайте сейчас я пару слов скажу. Леонид Робекович как бы прокомментирует и завершающее слово скажет, потому что мы уже более трех часов сегодня заседаем. Отнесем что-то на сентябрь. Значит, вот, ну, первое, вот я хотел обратиться к, как я это говорил во вступлении, странные газодинамические явления, я их так назвал в ходе реакции, в ходе этого события, в ходе аварии. Если бы, если предположить, я думаю, что если предположить, что по каким-то причинам, я эту причину знаю, но не буду сейчас ее рекламировать, по каким-то причинам в окружении реактора, в окружающей, подчеркиваю, зоне реактора, почему-то упало давление очень резко, упало давление, не выросло, а упало. То, а в реакторе оно осталось тем же самым, что и было, то есть близким к атмосферному, то тогда многие события могут быть объяснены. Почему это предположение, может быть, имеет смысл делать? Во-первых, у меня модель есть, сейчас не буду ее рекламировать, а во-вторых, модель откуда это может быть, а во-вторых, Леонид Ирбекович сегодня не говорил, но я из его книги это знаю, что там огромные тяжелые металлические двери вываливались в коридор вместе с рамами, в которых они были как бы укреплены, эти двери. А внутри комнат, из которых коридоры эти двери вываливались, ничего не произошло. Столы как стояли, какие-то там даже приборы какие-то стояли, все это осталось на месте. Поэтому предположение о том, что давление не росло, а падало, я думаю, в каких-то зонах, я думаю, надо делать, оно ко многим пониманиям приведет. И теперь вот некоторые соображения хочу высказать общие. Ну, во-первых, вот это событие в Чернобыле, мы с Леней эту тему обсуждали, он ее оставил, он ее немножко касался, но оставил на мое какое-то вот разжевывание для аудитории. Значит, события в Чернобыле в социально-научном плане, я вот такой термин употреблю, чем-то напоминают события Ленар. Значит, есть научный мир, научные исследователи, которые что-то, какие-то ведут эксперименты, что-то получают, какие-то несуразицы, у них нестыковки есть. И есть власть, придержащая верхушка физическая, которая как-то эти эксперименты комментирует и как-то их укладывает в пространство, вот, ну, социально-научное пространство. Вот еще раз этот термин употреблю. И вот видим огромное противоречие поведения вот этой верхушки, которая заметает под ковер какие-то интересные, важные, важнейшие факты. И поведение вот исследователей таких низовых, вот типа нас, вот участников нашего вебинара, которые видят много несуразицы. Вот это вот некоторая аналогия Чернобыля и нашей деятельности. И вот Леонид Тербекович об этом говорил, что не следует ждать каких-то тут вот пониманий. Пониманий, даже если мы обопремся на ортодоксальную физику, все равно мы этих пониманий не добьемся. Это придется делать многократно, чтобы добиться пониманий. Даже в опоре на ортодоксальную, не говоря уже про какие-то там суперновые теории. Вот и еще одна вещь. Я хочу сравнить вот Чернобыльскую аварию и Саяно-Шушенскую. Вот смотрите, там, ведь и там и там было сосредоточение огромной плотности мощной. Ну, мощность была сосредоточена в очень таком маленьком пространстве. И в Чернобыле это вот реакторная зона, по-видимому. И вот Саяно-Шушенская, это где-то тоже турбинное вот это пространство. И там и там произошли события, которые физиками не очень-то понимаются. Вообще, по-видимому, не понимаются. И вот это наводит на мысль о том, что не все понятно в физическом мире, в современной ортодоксальной физике. Друзья, я свой комментарий закончил. Лень, твое заключительное какое-то слово, пожалуйста, по сегодняшнему. Еще в сентябре вернемся. Ну, я вас всех благодарю за терпение и внимание. Не знаю, насколько мой доклад получился для вас интересным. Но я должен был его сделать. Вопрос в память о ребятах, которых уже нету. Ну, наверное, все, что я хотел вам в значительной степени мемориальной. Спасибо. Спасибо, Лень. Спасибо. Ну, мы это понимали. Поэтому я даже в самом начале, я понимал, что это... Мы до науки, до такой глубокой, дойдем в сентябре. А сейчас тебе нужно было рассказать о тех героических, по сути дела, событиях. Там вот люди умерли, он их перечислял. Там, Лень, к сожалению, половины мы фамилии не слышали. Почти было не слышно, к сожалению. Но, тем не менее, что-то ты сказал. Может быть, вот в слайдах, если ты на слайд какой-то наберешь эти фамилии, и где-то мы отдельно это опубликуем. Друзья, на этом сегодняшний вебинар мы заканчиваем. Следующий у нас будет 24 мая 2023 года. Надеюсь, там тоже будет интересное выступление. А тему Чернобыля мы к ней вернемся еще в сентябре. Спасибо Леониду Ирбековичу. Друзья, всем спасибо. До 24 мая. До свидания. Всем спасибо. До свидания.